Андрей Белый. На рубеже двух столетий. Воспоминания в трех книгах. Книга первая. Москва. Художественная литература. 1989 год. Мемуарная трилогия и мемуарный жанр у Андрея Белого. Цикл воспоминаний Андрея Белого, создававшийся в конце 1920-х, в начале 1930-х годов, по праву принадлежит к числу наиболее известных и наиболее ценимых произведений крупнейшего мастера русского символизма. Эти три книги в равной мере значительны и как художественное слово, и как исторический источник. Будучи ярким образцом мастерства Белого прозаика, они содержат богатый и выразительно интерпретированный материал об эпохе, охватывающий около 30 лет исторической, культурной и бытовой жизни России. «На рубеже двух столетий, начала века и между двух революций, лучшее, что написано Белым после Петербурга», утверждает автор первой советской книги о Белом Долгополов. Мы многого не знали бы о литературном движении рубежа веков, если бы эта трилогия не была написана, несмотря на ее чисто литературный характер. Белый создал обобщающий образ времени, катастрофического, чреватого взрывами и потрясениями мирового масштаба и значения, хотя описал одну только сторону, одну линию литературного движения начала века. Сходного мнения придерживаться и Флейшман, автор работы о мемуарах Белого, в американской коллективной монографии о русском писателе. «Никакие другие опубликованные мемуары, касающиеся русской литературы модернизма, не могут соперничать с мемуарами Белого по богатству информации, по широте изображения литературной жизни или по тому вкладу, который сделал их автор в развитие русского символизма». Эти суждения в корректировках и оговорках не нуждаются. Действительно, мемуарная трилогия Белого является собой грандиозную многофигурную композицию, дающую отчетливое представление не только о конкретных лицах и забытиях, но и о целых социально-исторических группах лиц, о московской ученой интеллигенции последней трети XIX века, о контингенте гимназических преподавателей и учащихся, о профессорском составе Московского университета, о носителях нового религиозного сознания и т.д. Так, первая книга о мемуарной трилогии на рубеже двух столетий предлагает красочную панораму жизни московской университетской среды 1880-1890 годов. Белому важно было показать силу семейной и культурной преемственности, прочные кастовые устои либерально-позитивистского мира, оставившие неизгладимый след его биографии и биографии его поколения, но написанное им по значимости выходит далеко за пределы анализа духовных и бытовых истоков собственной личности, приобретая самое широкое значение. Недаром о Белом говорят как о полномочном историографе и бытописателе, такого специфического социально-общественного явления, как профессорская культура, и историографе, указавшем и на наступивший кризис этой культуры. Что же касается истории русского символизма, то легче перечислить лиц, обойденных вниманием Белого, чем назвать те, кто подробно или бегло изображен в его мемуарах. Обладая избирательной, своеобразной до экстравагантности, но чрезвычайно острой, цепкой и устойчивой памятью, позволявшей много лет спустя довольно точно, почти не ошибаясь даже в указаниях месяцев и дней, и дифференцированно реконструировать события и умонастроения с одной стороны, с другой, имея за плечами чрезвычайно активно насыщенно прожитую жизнь, изобиловавшую встречами, странствиями, разного рода коллективными предприятиями, пребывая всегда в гуще людей. Белый сумел создать из хроники своей жизни, своих исканий, литературных и нелитературных деяний, многокрасочную картину, пережитой исторической эпохи. Антокольский указывал на естественный сплав в мемуарах Белого, былого с позднейшими думами о былом, на редкое единство этого сплава из былых увлечений и позднейших оценок. Ассоциация с прославленной книгой Герцена при обращении к мемуарной трилогии Белого, видимо, возникает неизбежно, и сам Белый говорит о своем былом и думах применительно к берлинской редакции начала века. По широте охвата исторической жизни, обилию и яркости индивидуальных характеристик, полноте и подробности автобиографического исповедания, мемуарный цикл Белого выдерживает сравнение, пожалуй, лишь с двумя аналогичными произведениями русских классиков, былыми думами Герцена и историей моего современника Короленко. Подобно Герцену и Короленко, Белый предпринимает опыт детализированной автобиографии, построенной по хронологическим этапам прожитой жизни, детства, юности, зрелости, на фоне широкой исторической панорамы и с вкраплением относительно самостоятельных очерков, мемуарных портретов современников. Сходство в мемуарном методе, жанре, приемах повествования, однако, только оттеняет существенные отличия Белого в характере и в силе предпринятого им летописания. Плоды деятельности любого мемуариста должны находиться в согласии с формулами «я видел», «я знаю», «я вспоминаю», «я свидетельствую» и т.д. Следуя этим формулам, Белый в своих мемуарных реконструкциях упорно делает акцент не на сказуемом, как в большинстве своем другие мемуаристы, а на подлежащем. Личном местоимении. То, что для Короленко, например, было бы неприемлемо, характерно само заглавие его книги о себе «История моего современника». Писатель демонстративно устраняет собственное «я», настаивает на исключительно объективной значимости своих индивидуальных жизненных перипетий. Для Белого единственно возможный вариант. Неизменно задающие тон всему повествованию личностное начало отличительные приметы воспоминаний Белого и в сопоставлении с мемуарными книгами других писателей-символистов, появившимися незадолго до возникновения трилогии Белого или почти одновременно с ней. Живые лица, 1925 год, Гиппиус, Встречи, 1929 год, Пяста, Годы странствий, 1930 год, Челкова, содержат немало субъективных, пристрастных оценок и характеристик, но по самой фактуре изображения они представляют собой вполне традиционные мемуары, выдержанные в добросовестно-объективной манере и предлагающие описания, трактовки, обобщения, мыслимые как адекватные определенным лицам или явлениям. Напротив, Белый из гораздо большей охоты отдается своим зачастую непредсказуемым ассоциациям, причудливым впечатлениям, метафорическим сопоставлениям, образа творчеству и мифа творчеству, и в результате возникает не набор документально или по замыслу заведомо точных словесных фотографий, а некая новая, суверенная, художественно-документальная реальность, выстроенная по законам образного мышления и управляемой фантазией не в меньшей мере, чем императивными данными зрения, слуха и понимания. В этой созданной Белым новой реальности, например, выступающей с речью великий французский социалист и знаменитый оратор Жан Жорес, предстает в образах то слона, кричал с приседанием, с притопом увесистой точно слоновей ноги, точно бивший попавшему гиппопотаму, почти ужасал своей вздетой, как хобот рукой, то громовержца Зевса, сверкал стрелами в тучищах, дыбились образы, переменялся рельеф восприятий, рукой поднимал континент в океане, рукой опускал континент в океан. Совокупность подобных образных построений штрихов в изображении и личности отодвигает на второй план то, что, казалось бы, разумеется, должно быть в центре внимания и другого мемуариста сообщения о содержании выступления Жереса. Субъективное начало главенствует в мемуарных книгах Белого, так же безраздельно, как в его романах. Если образ столицы Российской империи в его романе «Петербург» — это образ вымышленного, символически преображенного города, не соответствующий ни реальному топографическому плану, ни путеводителям, то и применительно к воспоминаниям Белого следует делать аналогичную поправку. Авторское восприятие порой притворяет достоверную реконструкцию фактов до известной степени в хронику никогда не бывших событий и панораму ярких художественных образов, существовавших в подобном виде лишь в восприятии и воображении Белого. Подлинные лица для этих образов служили лишь моделями. Характерны в этой связи замечания Адамовича по поводу изображения на рубеже двух столетий отца писателя Бугаева. Портрет отца удивителен, он строен, сложен и блестящ. Не берусь только судить, насколько он правдив, именно как портрет, а не как поэтический образ. То, о чем Адамович судит предположительно, Мочульский в своей книге о Белом утверждает с полной уверенностью. Белый не историк, а поэт и фантаст. Он создает полный блеск и шума миф русского символизма. В своих воспоминаниях Белый безудержно отдается эстетическому преображению некогда пережитой и познанной реальности. В свою очередь, собственно, художественным произведением Белого присуща, как бы по принципу взаимокомпенсации, тенденция к непосредственной личной исповедальности, автобиографизму. Едва ли не все произведения Белого насквозь автобиографичны, и эта их особенность, настолько сильна и всепроникающая, настолько определяет характер обрисовки вымышленных героев, за которыми почти всегда скрываются конкретные прототипы, и выстраивание обстоятельств, за которыми встают реально пережитые коллизии, что их автор, по праву приобретший репутацию дерзновенного новатора, создателя причудливых фантастмагорических художественных миров, парадоксальным образом может быть охарактеризован как мастер, не способный к художественному вымыслу как таковому, не проецированному на личные воспоминания и впечатления, или на чужие тексты, на новый лад перетолкованный. Если расценивать приемы сюжета сложения в прозе Белого, то придется сделать вывод, что изобретение оригинальной фабулы и интриги не относится к сильным странам его мастерства. Там, где должна властвовать стихия чистого вымысла, у Белого чаще всего надуманные, неправдоподобные, логически противоречивые ситуации. Достоверности и убедительности, в том числе и в отношении фантастических и бредовых явлений, Белый достигает тогда, когда непосредственно следует своему личному биографическому опыту, либо когда строит художественную коллизию из заимствованных образов и сюжетных мотивов, таковы, например, мотивы пушкинского медного всадника в Петербурге, спародированные, гротескно перетолкованные, но притворенные в новую, безукоризненно выстроенную, емкую художественную реальность. Те творчество Белого изобличает фатальную неспособность писателя писать не о себе. Когда он пытается создать билетристический сюжет, авантюрный, с участием силы лиц, которыми его никогда не сталкивала жизнь, эти усилия сотворить нечто непредсказуемое и необычайное, оборачиваются под спудным, потаенным автобиографизмом. В хитросплетениях интриги в романах «Серебряный голубь», «Петербург», «Москва» узнаются события, сыгравшие явную или скрытую, прямую или косвенную роль в биографии Белого. В образах вымышленных героев фокусируются черты самого Белого, его родных, близких, друзей и не очень близких, знакомых, складывающиеся в новую художественную мозаику, которая при внимательном обозрении подается дифференцированному и вполне конкретному анализу, как биографическое в своей основе структура. О спонтанном автобиографизме творческих опытов Белого свидетельствует характерный эпизод. В 1906 году, когда между Белым и любовью Блок и Блоком разворачивалась мучительная личная драма, в журнале «Золотое руно» номера с седьмого по девятый появился рассказ Белого «Куст». В условно-символическом сюжете этого произведения Любовь Дмитриевна Блок усмотрела скрытые оскорбительные выпады по своему адресу и по адресу Блока. Белый же, как он в свое время решительно заверял Блока в письме к нему, а позднее повторял то же самое в мемуарах между двух революций, никакими злонамеренными задачами не руководствовался и считал упреки совершенно немотивированными. Думается, что в этом конфликте оба и Любовь, Дмитриевна Блок и Белый были правы и неправы одновременно. По всей вероятности, Белый действительно не ставил перед собой специальных аллюзионных целей, но, работая над рассказом, оставался верен самому себе, своему сложившемуся творческому методу, и отвлеченный сюжет естественным образом оказался насквозь проникнутым непосредственно жизненной аурой. Для самого Белого не существовала принципиальной разницы между, собственно, художественной прозой и мемуаристикой. Рассказывая о годах младенчества в воспоминаниях на рубеже двух столетий, он подкрепляет свои доводы цитатами из романа «Котик Летаев», используемого без каких-либо оговорок, как мемуарный же текст. А литературный портрет Льва Ивановича Поливанова в тех же воспоминаниях дополняет опять же цитаты из романа «Москва», в которой речь идет о Льве Петровиче Веденяпине. Подобный метод вполне оправдан и не должен вызвать недоумения, ведь «Котик Летаев» целиком основывается на личных воспоминаниях Белого о своем детстве, а Веденяпин в Москве такой же портрет Поливанова, кисти Белого, как и незамаскированные изображения знаменитого педагога в нарубеже двух столетий. В творческом арсенале Белого предостаточно подобных двойников, которыми можно было бы восполнить характеристики соответствующих им подлинных исторических лиц. Мережкович и Шиповников из симфонии Второй драматической — 1901 год, вписались бы в мемуарные образы Мережковского и Розанова. Жеорджий Нулков из «Кубка метелей» — 1907 год дополнительно проиллюстрировал бы рассказ Белого о неприятии мистического анархизма Чулкова. Нелли из «Записок чудака» — 1919 год прибавила бы красок к портрету Тургеневой. Если под мемуарным углом зрения рассматривать все творчество Белого, то выясняется, что писатель создавал мемуары или произведения, включающие мемуарно-автобиографическое начало с того самого момента, как ступил на литературный путь. Правда, это были не вполне привычные мемуары, и едва ли они осознавались автором в этом их качестве, но ведь и позднейшая мемуарная трилогия Белого, как выясняется, весьма отличается от общепризнанных образцов этого жанра. Уже в первой книге Белого, вышедшей в свет в 1902 году «Симфонии Второй драматической или Московской симфонии», как ее иногда называл автор, есть элементы мемуарной хроники, вкрапливающиеся в заведомо сфантазированное мелодическое повествование. Реальные московские жители преображаются здесь в нимф и морских кентавров уже в согласии с тем методом метафорического претворения действительности, с которым мы встречаемся и в последней написанной Белом книге «Между двух революций», где трибун Жорес предстает в образе трубящего слона и зевса-громовержца. Стремясь показать, как в течение времени отражалась туманная вечность, Белый пытается зафиксировать ускользающее время, щедро заполняя свое симфоническое повествование событиями московской жизни, совершавшимися в 1901 году от заметных и существенных до самых мелких и вздорных. Документальную достоверность последних Белый подтверждает подстрочными примечаниями «Смотри московские газеты за май, смотри газеты за июнь». Вся московская симфония выстроена на конве реально случившегося, увиденного и пережитого, порой являя собой уникальный образец диковинного жанра лирического протокола. Перед нами еще не мемуары в строгом смысле слова, а скорее хроника, поскольку речь в симфонии идет не о давно минувшем, а о недавно свершившемся или еще свершающемся, но характерные черты будущей мемуарной манеры Белого, предполагающие равноценное внимание к существенному и несущественному разговорам ни о чем, мелким бытовым подробностям и жестам, и интонациям в этом раннем произведении уже налицо. Автобиографический пласт сильно сказывается и в третьей симфонии Белого «Возврат» 1901-19191 в 1902-й году, в которой писатель протоколировал впечатление своей студенческой жизни в университетских аудиториях и лабораториях и, разумеется, во многих стихотворениях 1900-х годов. Первые очерки белого содержавшие отчетливо выраженный мемуарный элемент появились в 1907 году после пребывания писателя в течение нескольких месяцев в Германии и Франции. Это были напечатанные в московской газете «Час» 2 и 16 сентября очерки о встречах в Мюнхене со знаменитыми тогда мастерами слова Станиславом Шебышевским и Шоломом Ашем. В них давался беглый литературный портрет писателя «Силуэт», как обозначено в подзаголовках к обоим очеркам, основанный исключительно на личных впечатлениях. За этими силуэтами последовали силуэты Мерешковского, Бальмонта, Брюсова. Характеристика, которую давал в них белый мэтром нового искусства, опять же сводится в основном к изображению их личности, бытовых и психологических черт, особенностей поведения. Творческий облик писателей в этих силуэтах в соответствии с канонами мемуарного жанра не акцентируется и лишь проступает сквозь облик человеческий. Так, в очерке о Мерешковском Белый подробно живописует писателя на прогулке в летнем саду, рассказывает о своем знакомстве с ним, описывает петербургскую квартиру Мерешковского и Гиппиус, воссоздает царящую внеатмосферу литературных дебатов. От позднейших мемуарных опытов этот и подобные ему силуэты, зарисованные белым, отличает лишь их большая фактическая достоверность, поскольку мемуарные эскизы второй половины 1900-х делались по свежим следам пережитого и еще не подвергались искажающей оптике, к которой Белый прибегал или вынужден был прибегать в позднейшие годы. Уже в 1907 году появляется и первый его очерк с подзголовком из воспоминаний Владимир Соловьев. В нем с благоговением переданы впечатления от немногочисленных встреч с философом и поэтом, духовным учителем Белого. По всей вероятности, уже тогда, в первые десятилетия своей литературной деятельности, Белый был внутренне готов перейти от отдельных мемуарных эскизов к более масштабным полотнам. Ходосевич, вспоминая об этой поре, свидетельствует, что в частых разговорах с ним Белый постоянно делился устными импровизированными мемуарами. Любил он и просто рассказывать о семье Соловьевых, о пророческих зорьях 1900 года, о профессорской Москве, которую с бешенством и комизмом изображал в лицах. Новый и чрезвычайно сильный импульс развитию Белого мемуарно-автобиографической темы дала антропософия. Став в 1912-1913 годах во время долгого пребывания за границей убежденным приверженцем религиозно-философского учения Рудольфа Штейнера, уделявшего особо пристальное внимание проблеме человеческого самопознания, духовного становления и самоопределения личности, Белый ощутил потребность по-новому, под антропософским углом зрения осмыслить прожитую жизнь, характер своей внутренней эволюции и постичь ее потаенный телеологический смысл. Писатель был глубоко убежден в том, что приход его к антропософии был неизбежным и закономерным, что в антропософии ему суждено было обрести законченное системное воплощение тех духовных интуиций, которые он бессознательно переживал на рубеже веков в пору становления своей творческой личности. Отсюда возникала потребность воскресить и преанализировать те первоначальные импульсы, из которых развела спаснейшая целая система мироощущения и мировизни. Так родилась идея большого цикла автобиографических произведений «Моя жизнь», высылая Иванову Разумнику 23 июня 1916 года рукпись романа «Котик Летаев» Белый сообщал «Котик Летаев есть первая часть огромного романа «Моя жизнь», в нем семь частей. Котик Летаев «Годы младенчества», Коля Летаев «Годы отричества», Николай Летаев «Юность», Леонид Ледяной «Мужество», «Свет с Востока», «Восток», «Сфинкс», «Запад», «У преддверия храма» «Мировая война», «Каждая часть самостоятельная целы». В полном объеме этот грандиозный замысел Белому осуществить не удалось. Кроме Котика Летаева был написан роман, посвященный годам отричества, крещеный китаец, «Преступление» Николая Летаева 1921 год, служащий непосредственным продолжением Котика с первоначальным замыслом моей жизни, заключительную частью цикла, посвященный мировой войне, отчасти соотносятся записки Чудака, биографическую основу которых составляет история возвращения Белого в августе 1916 года из Швейцарии в Россию кружным путем через Францию, Англию и Скандинавию. Котик Летаев симфоническая повесть о детстве по авторскому определению это с одной стороны роман многими особенностями своей поэтики и стилистики сближающейся с ранее написанным Петербургом, с другой весьма специфический образец мемуарного жанра. От воспоминаний в обычном смысле слова Котика Летаева отличает не столько тщательная сугбоэстетическая организация автобиографического материала, это тщательность отделки и густой слой художественных тропов, присущий в равной мере и мемуарным книгам Белого, сколько объект описаний, не внешние обстоятельства, быт, личные судьбы, историческая реальность, а внутренняя жизнь индивида, начиная с подсознательных рефлексов и первых пульсаций сознания у младенца открывающего мир. Воплощая полуфантастические картины, открывающие сознанию ребенка, Белый черпает материал исключительно из собственных первичных детских ощущений и впечатлений. «Природа наделила меня», свидетельствует Белый в 1928 году в предисловии к не состоявшемуся переизданию котика Летаева необыкновенно длинной памятью, «Я себя помню в мигах, боюсь сказать, а приходится на рубеже третьего года, двух лет, и помню совсем особый мир, в котором я жил». Воссоздание этого особого мира и является основной творческой задачей Белого в котике Летаеве. Еще сильнее собственно мемуарное начало выражено в крещеном китайце. Здесь Белый уже покидает пределы своей детской и впервые дает картины жизни профессорской Москвы конца века. В предисловии июль 1921 года Белый разъясняет тот творческий метод, которым он в этом случае руководствовался. Роман наполовину биографический, наполовину исторический. Отсюда появление на страницах романа лиц действительно существовавших Усов, Ковалевский, Анучин, Веселовский и другие, но автор берет их как исторические вымыслы на правах историка-романиста. Такие же исторические вымыслы в изобилии представлены и в записках чудака, переполненные заботами, хлоптами и неудобствами истории возвращения на родину в объезд охваченных войной территорий воссоздана здесь как описание странствий по фантасмагорическим мирам, отдаленно напоминающим Берн, Париж, Лондон, описание, перемежаемое воспоминаниями о различных эпизодах из прежней жизни автора. В записках чудака Белый уже признается с изрядной долей самоиронии. Моя жизнь постепенно мне стала писательским материалом. Я мог бы года, иссушая себя как лимон, черпать мифы из родника моей жизни, за них получать гонорар. Одним из самых безукоризненных и совершенных образцов такого биографического мифотворчества является поэма «Первое свидание», 1921 год, по мнению многих критиков и исследователей Белого, лучшие, что было создано им в стихах. Звезда воспоминаний в этой поэме проливает свет напору духовного самоопределения Белого, эпоху Зорь, рубежа веков, ставшую прологом всей его последующей творческой жизни и вместе с тем прологом новой исторической эры. Переход от интроспективных мемуарно-автобиографических опытов к воспоминаниям об исторической эпохе сквозь призму лично пережитого отчетливо обозначился у Белого после смерти Александра Блока и непосредственно под ее воздействием. Блока Белый воспринимал как своего ближайшего спутника в литературе и единомышленника в самых главных магистральных вопросах. Основой этому чувству единства служили общность духовных истоков и сознание внутренней связи, не прерывавшиеся в годы серьезных расхождений между ними. Смерть Блока побудила Белого заново осмыслить историю их почти двадцатилетнего общения, отразившую в себе все основные стадии эволюции русского символизма и подвести ее итоги. Свершившаяся революция обозначила четкую демаркационную линию между старым и новым миром, и это эпохальное событие также инспирировало Белого подвести черту под определенным этапом жизни, резко и безвозвратно отделявшую былое и пережитой от современности, осмыслить символизм как историческое явление, замкнутое в предреволюционных десятилетиях. Над воспоминаниями о Блоке Белый принялся работать в первые же недели после его кончины. Сначала они вылились в конспективные дневниковые записи, затем в конце сентября, начале октября 1921 года Белый выступил с воспоминаниями о Блоке на двух вечерах в Вольной философской ассоциации первая самая краткая редакция его воспоминания о Блоке датированная октябрем 1921 года. В ней Белый с особенной пристальностью рассматривает Соловьевский этап развития Блока, наиболее ему близкий и в то же время важнейший для формирования творческого облика поэта. Последующие годы характеризуются в суммарном изложении. Более пространную и подробную историю отношений с Блоком представляют собой написанные тогда же воспоминания об Александре Александровиче Блоке, напечатанной в записках мечтателей в 1922 году номер шестой. И, наконец, приехав в ноябре 21 года в Берлин, Белый приступил к работе над самым расширенным вариантом своих воспоминаний о Блоке, который опубликовал в четырех сборниках эпопея, выпущенных им в Берлине в 1922-1923 годах. Воспоминания о Блоке из эпопеи большая книга, в которой история взаимоотношений Блока и Белого воссоздана с максимальной широтой, с привлечением многочисленных автобиографических и побочных мемуарных сведений, имеющих к ней прямое или косвенное касательство. Изложение материала доведено до 1912-го года. Воспоминания о Блоке явились основой для работы Белого над большой мемуарной книгой начала века. Так называемая Берлинская редакция воспоминаний под этим заглавием, создававшаяся в течение декабря 1922-го года и первой половины 1923-го года, была по существу расширенным вариантом только что завершенных эпопейных воспоминаний, в котором фон взаимоотношений Блока и Белого был развернут в масштабную многофигурную фреску минувшей литературной эпохи. Работа над этой мемуарной версией велась как бы по инерции, заданной воспоминаниями о Блоке. Ходосевич, постоянно общавшийся с Белым в Берлине, свидетельствует, случалось ему писать чуть ли не печатанный лист в один день. Он привозил с собой у рукописи, днем писал, вечерами читал нам написанное, то были воспоминания о Блоке, далеко перераставшие первоначальную тему и становившиеся воспоминаниями о символистской эпохе вообще. Мы вместе придумывали для них заглавие, наконец, остановились на том, которое предложила Берберова «Начало века». Берлинская редакция начала века по широте охвата материала, тщательности воспроявления эпохи, подробности и искусности литературного портретирования не уступает позднейшей московской редакции начала века и ее продолжению между двух революций, а по степени соответствия с исторической правдой и с внутренней логикой описываемых явлений и событий выгодно отличается от мемуарной версии начала 1930-х годов. Разумеется, в берлинской редакции начала века, как в любом другом сочинении Белого, доминирует надо всем авторский субъективный взгляд. Сказываются вызванные приходящими обстоятельствами перехлесты в тех или иных интерпретациях и оценках, например, диссонирующие с общим стилем изложения памфлетные интонации в характеристике Мерешковских, прямое следствие разрыва отношений с ними, некогда предельно близких и доверительных. Но в этой книге Белый еще стремится, реконструируя минувшее, оставаться равным самому себе и называть все вещи своими именами. Стремится он и к тому, чтобы воскрешаемая им история символизма воспринималась как живая и действенная история, а не как музей по ноптикум. Заглавие четвертой главы Московской редакции начала века. Отдельные фрагменты берлинской редакции начала века были напечатаны за границей. Готовилась публикация всего текста книги. Однако в Берлине издание этой мемуарной версии в свое время не осуществилось, а о выходе ее в свет в советской России после возвращения Белого на родину в октябре 1923 года вопрос даже не поднимался. литературная ситуация, определившаяся в ту пору, решительным образом неблагоприятствовала появлению подобных книг. По отношению к символизму тогда уже повсеместно насаждались негативные оценки, воспоминания же Белого при этом оказались в особо уязвимом и безнадежном положении. Нередко полагают, что проработочная критика, огульно отрицавшая всю прежнюю дооктябрьскую литературу как буржуазную, принимавшая все непонятное и чуждое ей завраждебное пролетарской культуре и исыпавшая политическими обвинениями по адресу писателей, осмеливавшихся сохранять собственное творческое лицо, являлась уделом исключительно присяжных идеологов раб. Между тем у критиков подобного рода были веские основания для самонадеянной убежденности в своем праве поучать и преследовать любых писателей к их сенклиту не принадлежавших, поскольку почин подобным литературным расправам подчас исходил от политических лидеров страны. В этом отношении Белому суждено было стать одной из первых жертв. 1 октября 1922 года в «Правде» появилась статья Троцкого о его творчестве. Характеристика писателю в ней была дана безапелляционная и совершенно недвусмысленная. В Белом межреволюционная 1905-1917 годы, упадочная по настроениям и захвату, утончавшаяся по технике индивидуалистическая, символическая, мистическая литература находит наиболее сгущенное свое выражение, и через Белого же она громче всего расшибается об октябрь. Белый верит в магию слов. Об нем позволительно сказать, поэтому, что самый псевдоним его свидетельствует о его противоположности революции, ибо самая боевая эпоха революции прошла в борьбе красного с белым. Мечтатель Белый, приземистый почвенник, на подкладке испамеющей бюрократической традиции, только описывающей большие круги вокруг самого себя. Сорванный из бытовой оси индивидуалист Белый хочет заменить собой весь мир, все построить из себя и через себя, открыть в себе самом все заново, а произведения его, при всем различии художественных ценностей, представляют собой неизменно поэтическую или спиритуалистическую возгонку старого быта. Особого внимания удостаивает Троцкий воспоминания о блоке из эпопеи. Эти мемуары поразительны по своей бессюжетной детальности и произвольной психологической мозаичности заставляют удестеренно почувствовать, до какой степени это люди другой эпохи, другого мира, прошлой эпохи, невозвратного мира. Заявляю, что ритмическая проза Белого содержит мнимые глубины, и являет собой фетишизм слова, и, подразумевая последнюю фразу котика Летаева «во Христе умираем, чтобы в духе воскреснуть», Троцкий выносит окончательный приговор «Белый покойник, и ни в каком духе он не воскреснет». О времени своего возвращения на родину Белый вспоминает «Знаю, что в Москве после статьи во мне Троцкого мне заповедано участие в журналах и литературно-общественная деятельность. Я вернулся в свою могилу, в могилу, в которую меня уложил Троцкий, за ним последователи Троцкого, за ними все критики и все истинно жилые писатели». Эту отлученность от современной литературной жизни, белой, привыкшей к кипучей представительной деятельности, чтению лекций, выступлением перед аудиторией, оперативному участию в газетах-журналах переживал очень остро. Публичных выступлений у него стало значительно меньше, публикации в периодике удавались лишь от случая к случаю, в их числе были и мемуарные некрологические очерки Валерии Брюсов и Гершензон, появившиеся в журнале «Россия» в 1925 году. Если раньше Белый был постоянно окружен писателями, друзьями, последователями, заинтересованными слушателями, то теперь он все более болезненно ощущает одиночество. В связи со смертью Гершензона Белый записывает «Умер в Москве последний старший друг, больше мне в Москве не на кого опереться». Обосноваться на постоянное жительство Белому удалось весной 1925 года лишь в подмосковном поселке Кучино. И хотя писатель не сетовал на это затворничество, которое даже способствовало сосредоточению на творческой работе, тем не менее удаленность от привычных центров культурной жизни только усугубляла внутреннюю изоляцию. Правда, о творчестве Белого в печати продолжали звучать, не одни только негативные высказывания, в частности, в 1928 году появилась серьезная и уважительная статья Воронского о Белом писателе поистине замечательном редчайшем «Мраморный гром», и все же репутация автора старорежимного, чуждого и крамольного закрепила за ним достаточно прочно. В Кучине Белый работал над романом «Москва», 1925 год, сюжет которого, выстроенный на автобиографической конве, отчасти уже использованный в «Котике-Летаеве» и в «Крещеном китайце», воссоздают картины московской жизни в предреволюционную эпоху, отчасти предвосхищающие тщательную реконструкцию этой жизни на рубеже двух столетий. В Кучине же Белый писал воспоминания о Рудольфе Штейнере, который закончил в январе 1929 года. Эта книга, в центре которой восторженный выписанный образ духовного учителя Белого и воспоминания о жизни в Швейцарии в кругу антропософов, литературные портреты учеников и последователей Штейнера, писала с Белым для себя и для ближайшего круга единоверцев. Никаких надежд на ее опубликование он тогда не возлагал. По своей идейной тенденции, мемуарному методу и стилю воспоминаний о Штейнере примыкают к берлинской редакции начала века и в известной степени служат ее продолжением. В начале века изложение событий прерывается на 1912 годе. В книге о Штейне суммированы впечатления от жизни в Швейцарии в 1914-1916 годах. Хотя внешние обстоятельства и неблагоприятствовали, Белый в 1920-е годы упорно продолжал работать над произведениями, резюмировавшими и переосмыслявшими накопленный жизненный опыт. В 1928 году он написал большой автобиографический очерк, в котором, как бы вопреки современности, отстаивал свою концепцию символизма как синтетического философско-эстетического метода познания и творчества, анализировал собственную духовную эволюцию, со всей страстью вновь и вновь растолковывал свое идейное кредо в надежде когда-либо быть правильно понятым. Очерку Белый дал гордые демонстративные по той поре заглавия «Почему я стал символистом? И почему я не перестал им быть во всех фазах моего идейного и художественного развития?» В 1920-е годы Белый создает также подробнейшие мемуарные своды, материал к биографии, ракурс к дневнику и другие, в которых с максимально возможной для ретроспективных записей хронологической точностью регистрирует все, хотя бы даже в малой степени значимые события своей жизни, отмечает встречи, знакомства, рассказывает о своей творческой работе, перечисляет наиболее значимые из прочитанных книг и так далее. Эти рукописные источники служили Белому безусловно незаменимым подспорьем при работе над мемуарной трилогией. Важные мемуарные свидетельства содержат также комментарии Бориса Бугаева к первым письмам переписки Блока к Бугаеву и Бугаева к Блоку, составлявшиеся Белым в 1926 году. Вновь вопрос о публикации мемуаров Белого смог возникнуть только тогда, когда приговоры Троцкого, вынесенные воспоминаниями о Блоке в ходе изменения политической ситуации в высших сферах власти, утратили свою директивную силу. Поднял этот вопрос Павел Николаевич Медведев, один из первых профессиональных исследователей русского символизма, особенно глубоко изучавшие творчество Александра Блока. 30 ноября 1928 года он писал Белому, «Разумник Васильевич Иванов Разумник, сообщил мне, что вы не возражали бы против издания Лен-От-Гизом трех томов начала века. Я с своей стороны был бы чрезвычайно рад осуществить это издание. Таким образом, и вы, и Лен-От-Гиз как будто сходятся в своих пожеланиях. Стремясь поскорее приступить к реализации этого начинания, очень прошу вас, Борис Николаевич, прислать мне более или менее полный проспект вашей работы и ваши условия как автора». Предложение Медведеву не могло не взволновать Белого, но принять его он был не в силах. Одна из причин отказа была внешнего характера. У Белого попусту не было на руках полного текста его мемуарной книги. 10 декабря 1928 года он отвечал Медведеву «Начало века! Три тома, кое его написано, не имеет первого тома, отхваченного у меня за границей, уже набранного к моменту моего отъезда в 1923 году, но канувшего в лету. С трудом выцерпал два тома, второй и третий. По сей день утраченную часть этой мемуарной версии нигде обнаружить не удалось. В архивных фондах Андрея Белого хранится лишь рукопись, авторизованная машинопись с правкой второй половины второго тома и третьего тома целиком Берлинской редакции «Начало века». Другая причина отказа проистекала из самого существа от того, что было написано в этой книге. Достаточно хорошо представляя себе тогдашнее общее положение в литературе и трезво оценивая доминирующие в ней тенденции, Белый понимал, что мемуары начала века в том виде, в каком они вышли из-под его пера в Берлине в 22-23 году не имеют практически никаких шансов на выход в свет. В начале века признавался он в этой связи в том же письме к Медведеву «Я старался писать исторически, зарисовывая людей, кружки, устремления, немудрства и неделя людей на правых и виноватых такими, какими они были до 12-го года и свои отношения к ним старался рисовать такими, какими они были в 12-м году. Современность ставит требования тенденциозности, а не летописи. После 17-го года ряд людей мною описанных попал за границу. В первоначальном плане начала века должно было состоять из пяти томов и 125 печатных листов 75 листов было написано. Три тома рисовали историю литературной культуры в живых деятелях до 12-го года. Четвертый том должен был быть посвящен тому, что я видел на Западе и чему учился в эпоху 12-го 16-го года, а пятый том русской революции. Вернувшись в Россию, я увидел, что такого рода объективные труды никого не интересуют, и продолжать свое былое думы бросил. Медведева такое решение не удовлетворило. Неужто начало века останется под спудом, писал он белому 15-го января 1929-го года. Говорю об этом с подлинной горечью, потому что представляю себе, какие это были бы замечательные книги. Вам, конечно, самому виднее, я вполне понимаю всю основательность вашей аргументации, но все же, если начало века суждено воплотиться, не забудьте о нас. По крайней мере, я готов приложить все старания, чтобы эти книги увидели свет. И эти уговоры подействуют. Получив ваше письмо, отвечал Белый Медведеву 20-го января, я стал размышлять, нельзя ли мне что-либо предпринять. Я стал думать о ракурсе транскрипции, перелицовке, так сказать, тона воспоминаний, эпически объективного, архивного, на взгляд из современности, и увидел, что мог бы быть такой ракурс. Но это предполагает работу почти заново. Материал, конечно, остается, но перетранспланировка, пересмотр глав фраза за фразой текста, и, наконец, переписка моей рукою все это взывает к такому количеству часов и дней, на которые у меня нет времени. Не берясь проделать в скором времени столь грандиозную работу, Белый предложил Медведеву новую книгу о вспоминаниях о конце истекшего века, о быте московской интеллигенции, отчасти компенсирующую утраченный первый том начала века, который он обещал написать в кратчайшие сроки. Так родился замысел воспоминаний на рубеже двухстолетий первой части новой мемуарной серии. Книга была написана очень быстро, экспромтом, и сам Белый не относил ее к числу своих творческих достижений. Расценивая на рубеже двухстолетий как продукт допустимой халтуры, он отмечал, иные хвалят меня за живость письма вопреки небрежности формы. Эти мемуары я писал в точном смысле слова, то есть строчил их и утром, и вечером. Работа над ними совпадает с временем написания. Мысль о художественном оформлении ни разу не подымалась, лишь мысль о правдивости воспоминаний меня волновала. Кое в чем это суровая самооценка о правде. В тексте книги сказываются сбивчивость изложения, длинноты и повторы, стилистические шероховатости. Некоторые дефекты Белый исправил при подготовке второго издания, однако определению халтура проделанная работа никак не соответствует ни уровням писательского мастерства, ни достигнутым художественным результатом. В известном смысле импровизационный характер, беглость и непринужденность мемуарного повествования, присущие этой книге, заключают в себе немалые достоинства. Неприхотливость и безыскусность возможно в данном случае скорее отвечают воплощению творческой задачи, чем переутонченность и переусложненность столь свойственной поздней прозе Белого. Найденные манеры изложения, думается, наилучшим образом способствовало созданию замечательных литературных портретов Умова, Менцбера, Тимирязева, Анучина, Поливанова, многих других представителей московского ученого мира и культурно-общественных деятелей, а именно за обрисовку этих портретов отдавали дань силе и мастерству Белого даже те критики, которые не видели в его мемуарах других похвальных черт. Принимаясь за работу над новой мемуарной версией, Белый гарантировал в письме к Медведеву цензурность будущего текста. Эти слова подразумевали прежде всего попытку рассказать о прошлом с позицией диктуемых новой исторической эпохой. У нас нет никаких оснований сомневаться в искренности подобных устремлений Белого. Многие его произведения конца 1920-х, 1930-х годов поступки и высказывания, в том числе и высказывания не для печати, свидетельствует о том, что писатель хотел выйти из своего символистского прошлого и найти общий язык живой современностью, установить неформальные контакты с носителями нового социалистического сознания, включиться в текущий литературный процесс как его полноправный участник, а не в виде некой реликтовой персоны. Максимов, побывавший у Белого в 1930-м году, свидетельствует. Он говорил тогда о постоянстве своего мировоззрения, о том, что и в новых условиях остается самим собой, сохраняет в себе свое прежнее, весь опыт своего пути, ни от чего не отступая. Но вместе с тем он соединяет с прежним новое, созревшее в нем за последнее время, то, что сближает его с окружающим, с современностью, и он показал мне лежащую на столе машинописную рукпись своей книги на рубеже двух столетий и с наивной гордостью сказал, что в этой книге такое соединение ему удалось осуществить, и оно удовлетворяет издателей. Соединение прежнего и нового, при том, что объект художественного исследования в мемуарах не мог не оставаться сугубо прежним, предполагало прежде всего изменение стилистики мемуарного изложения и введение новых оценочных и полемических характеристик. Официальная же новизна в оценке эпохи, взятые объектом мемуарной реставрации, для Белого оказалась неприемлемой. Это была, по сути, та же директивная догматическая схема, которую Троцкий использовал в разглачительной статье о нем и которая в эпоху Великого Перелома не только не была отброшена, но костенела, как истина в последней инстанции и обжалованию не подлежала. Принципиальным идеологическим требованием, следованием, которому гарантировала книга цензурность, было резкое и однозначно критическое отношение к дореволюционной культуре господствовавших классов, а именно под эту рубрику попадали все, с кем Белый общался в детстве и юности. Неприемлемым было сочувственное и даже нейтрально безоценочное касание религиозной, философской, мистической, церковной проблематики, которая была неотрывно вплетена в систему духовных исканий писателя. И, наконец, характеристика лиц, оказавшихся в миграции, не имела права быть восторженной или хотя бы теплой и сочувственной, вне зависимости от того, о каком конкретном лице и о каких его качествах и одеяниях шла речь. Преодолеть все эти сциллы и хорибды Белый попытался путем повсеместного изменения мемуарного стиля в том направлении, в каком он уже заметно преобразил свою писательскую манеру делав преобладающими приемы гротеска и шаржа. Шаржированные изображения своих современников в принципе не представляло собой только уступку Белого конъюнктурным требованиям. Подобный метод был для писателя органичным и постоянно им использовался. Еще во второй половине 1900-х годов Белый, согласно приведенному выше свидетельству Ходосевича, изображал представителей профессорской Москвы с бешенством и комизмом. Шарж сильно сказывается и в крещеном китайце, и в воспоминаниях о Блоке, и в берлинской редакции начала века, где он, однако, гармонично сочетается с другими стилевыми приемами. При создании же книги на рубеже двух столетий и выдержанных в том же ключе московской редакции начала века и между двух революций, этот прием в художественном инструментарии Белого становится наиболее предпочтительным, а в иных случаях и единственно приемлемым. При шаржированной обрисовке конкретные проявления духовности, присущие тому или иному историческому персонажу, заменялись внешними признаками душевности. Всеохватывающий эксцентризм уравнивал, нивелировал поступки и высказывания самой различной семантики и модальности. Шуточные, серьезные, значимые и пустяковые, идеология, общественные и политические позиции, религиозные взгляды растворялись в иронически обрисованном быте, стилистике поведения, в форсированных внешних приметах человеческой индивидуальности. Для тех героев Белого, у кого сложилась сомнительная или одиозная репутация, такой прием изображения служил своего рода индульгенцией, вместо требуемого идеологического бичевания с пристрастием, затрагивающая все и вся иронически кротысковая стилистика, которая в силу своего заведомо снижающего эффекта дезавуирует проблему серьезной и принципиальной оценки, тем самым умышленно исполняет благоприобретенную миссию отпущения первородных грехов. В галерее многообразных шаржированных портретов, украшающих мемуарную трилогию, наблюдается, однако, и своя стилевая градация, позволяющая свести шаржи белого к двум основным типам. Один из них шарж разоблачительный, исполненный гнева и сарказма. К этому типу изображения белый прибегает обычно, когда же выписывает глубоко несимпатичных ему людей, как, например, Лесковскую на рубеже двух столетий. Другой шарж лирико-патетический. Специфика приема проявляется в том, что он не столько снижает, сколько юмористически оттеняет и обогащает, эмоционально окрашивает дорогую белому фигуру отца, Поливанова, Соловьева, еще многих персонажей. Нельзя не отметить, что во второй и третьей книгах трилогии, где на аванс сцену выступают уже не профессора-позитивисты, а соратники по символистскому движению и представителей религиозного ренессанса, предпочтение белым той или иной разновидности шаржевой манеры зачастую диктуется нереальностью того, что он пережил и характером был их отношений, а оглядкой на идеологическую нетерпимость конца двадцатых, начала тридцатых годов. Сам белый в воспоминаниях о блоке лапидарно определил свой мемуарный метод не Эккерман, новым Эккерманом, прилежно записывавшим высказывание Геоты слово в слово, белый не сумел бы стать даже при всем старании. На расстоянии восемнадцати лет невозможно запомнить текст речи, и внешние линии мыслей закрыты туманами, я привирать не хочу. Моя память особенная, сосредоточена лишь на фоне былых разговоров, а тексты забыты, но жесты умолчания управлявшего текстами, жесты былых изречений мнений прошедших меж нами запомнил. Сочувствие помнится, так фотографии, снятые жестом, верны, а слова, обложившие жесты, воззрение блока куда-то исчезли. Но Эккермановский метод и в принципе не удовлетворяет белого. По его убеждению, в разговорах с Гёте Эккермана нет говорящего Гёте. И поэтому в книге не отражен гений Гёте. При записании двух томов не записал он главнейшего, третьего тома, рисующего словесные жесты у Гёте. И от того-то у Эккермана нет Гёте, везде граммофон, голос Гёте. Жест для белого подобно ритму, одно из универсальных бытийных понятий, отличающих живую, самовыражающую и сотворящую субстанцию от мёртвой, определившейся, исчерпавшей себя. В любой мысли, эмоции, во всяком поступке белый интуитивно провидит прежде всего линию жеста. Угадывает её уникальное своеобразие и, узнав и пережив открывшиеся ему через жест, составляет определённые понятийные представления о человеке или о явлении. Жест выявляется часто помимо слов, вопреки словам, в молчании, во всей совокупности видимых проявлений личности, многим из которых чаще всего не уделяется никакого внимания. Поэтому в воспоминаниях белого о встречах с самыми различными замечательными людьми почти не прослеживается словесная ткань разговора, не звучит граммофон, а воссоздаётся образно-эмоциональная аура этих разговоров. Вместо связанных речей собеседники белого наделяются лишь словесными жестами, обрывочными фразами, зачастую несвязанными, рудиментарными и в отрыве от мемуарной ткани несущественными. Вместо синтетических описательных портретов и психологических характеристик акцентируется какая-то одна гипертрофированная черта, облика и поведения. Такие особенности портретирования диктуются и спецификой пальмити белого, и в не меньшей мере особенностями художественного мышления. Недаром реальные исторические лица в его мемуарах так схожи по методу изображения с вымышленными персонажами его же романов. Бердяев проницательно сопоставил приёмы изображения мира и человека в романах белого с техникой кубистской живописи. Творчество белого и есть кубизм в художественной прозе, по силе равной живописному кубизму Пикассо. И у белого срываются цельные покровы мировой плоти, и для него уже нет цельных органических образов. Кубистический метод распластования всякого органического бытия применяет он к литературе. В воспоминаниях белого с эксубъективной оптикой, свободным и непредсказуемым отбором материала, переключением внимания на жест, интонацию, различные поведенческие нюансы, фиксируемые как форма опосреданного выражения онтологической сущности человека, также сказываются своего рода кубистические методы. Подобно тому, как в кубистической картине сквозь видимый хаос проступают контуры фигур, разъятых на подвижные молекулы и аналитически воссозданных по законам фантазии, так и у белого, сквозь обрывки обиходных реплик, сумбур впечатлений, сюиту жестов и калейдоскоп деталей, рождаются новые образы, претендующие на ту глубину, цельность, оригинальность, которых не способны дать ни фотографии, ни граммофон. Далеко не всех устраивала такая манера изображения, в ней зачастую видели попытку дискредитации и даже оскорбления писателям своих современников, предполагали потаенные неблаговидные намерения, не задумываясь над тем, что в мемуарах белого общий канон изображения в принципе не меняется в зависимости от авторской симпатии или антипатии с впечатленным им лицем. Еще большее неприятие, чем приемы белого в изображении реальных людей и жизненных обстоятельств, вызвали его попытки по-новому осветить литературный процесс первых десятилетий двадцатого века и свое участие в нем. Если в первом случае у критиков белого сказывалась по большей части эстетическая глухота, невосприимчивость к нетрадиционному опыту в мемуарном жанре, то в отношении опыта полемической переоценки общих представлений о символизме, его истории и теории, характере писательской деятельности белого символиста, контраргументы оказывались в ряде случаев вполне обоснованными. Новизна новой мемуарной версии в сравнении с прежней в центре которой стоял блок, воссозданный любовно и проникновенно, заключалась прежде всего в решительной переоценке этого образа. Тем, как был изображен блок ранее, белый к моменту начала работы над первой книгой трилогии был решительно недоволен. «Блок мне испортил начало века», писал он Медведеву 10 декабря 1928 года, «и если писал теперь, то писал не так, да и Блока взял бы не так эпически, а не лирически». Этот лирический блок начала века и воспоминаний мне очень не нравится. Нельзя похоронное слово разгонять на ряд печатных листов. Это остаток романтики. Трезвая действительность требует корректива к блоку, пути которого, как вам вероятно известно, мне чужды. Определенным толчком к решению переписать лирический образ поэтом, послужило для Белого знакомства с опубликованными в 1928 году дневниками Блока, глубоко его разочаровавшими. Могу сказать кратко, читал, кричал, признавался Белый в письме к Ивану вразумнику от 16 апреля 1928 года, крепко любил и люблю Александра Александровича, но в таком виде, каким он встает в 11-13 годах, я вынести его не могу. Если Блок исчерпывался показанной картиной, то я должен был бы вернуть свой билет, билет вспоминателя Блока, должен был бы перечеркнуть свои воспоминания о Блоке. Были ли более глубинные причины этой переоценки, трудно судить. Флейшман полагает, что на нее повлияли также резкие высказывания Блока по адресу Белого, обнародованные в книге письма Александра Блока к родным 1927 год, и в особенности наметившаяся в советской критике тенденция противопоставления Блока по этой революции Белому узнику мистицизма. Это объяснение вполне правомерно, поскольку известно, что Белый воспринимал такой способ канонизации Блока весьма болезненно и в противовес ему пытался доказать, что именно Блок оставался безотчетным мистиком, а сам он сознательно шел к революции и пытался обосновать научное мировоззрение. Как бы то ни было, портрет Блока в мемуарной трилогии вполне соответствует ее стилевому регистру. Поэт обрисован в иронической манере, зачастую приобретающий даже стерическую окраску. Таким реалистическим Блоком Белый тоже остался не вполне удовлетворен. Поскольку в эпопее отбором служит надгробная память, в ней романтический перелет. Борясь с этим перелетом, я в желании зарисовать натуру Блока впадаю в стиль натурализма поздних голландцев. Может быть, в третьей переделке паду в цель. Так в начале века считаю Брюсова удавшейся мне фигурой, а Блока не удавшейся, но было трудно, ведь Блока, героя, воспоминания надо было вдвинуть в рой фигур, чтобы он не выпирал, и переработать, сообразуясь со стилем всей книги. Если в обрисовке Блока в мемуарной трилогии, а также многих других современников, Белый по его меткой аттестации впадал в стиль натурализма поздних голландцев, то в идеологических характеристиках символизма, духовных исканий рубежа веков и собственной эволюции он пошел по другому пути, обновлении своей писательской палитры, в направлении поверхностной и достаточно примитивной социологизации, подобной той, которая тогда господствовала в советской установочной литературе. Все эти попытки Белого придать своим книгам привкус актуальности оказались неорганичными, беззащитными перед любой критикой и воспринимаются сейчас как безнадежная архаика и по сути своей нечто совершенно эфемерное, беспочвенное. Задача, которую старался выполнить Белый, была вполне объяснимой. Он хотел реабилитировать символизм перед неспровергателями, доказать, что это литературно-эстетическое направление было в своих устремлениях созвучным революцией, а не пособничало реакции. Что в орбите нового искусства оказывались мастера самых различных установок и судеб, к оценке которых требуется дифференцированный подход. Что многое из того, что ныне клеймится бранным словом мистицизм, на самом деле к мистицизму отношения не имеет и так далее. Другое дело, что, осваивая новый для себя и внутренне чуждый мета-язык, Белый, в свою очередь, совершал недопустимые перекосы, передержки, преувеличения и, наоборот, затушевывал или просто обходил вниманием то, что диссонировало с его доводами. Писатель наивно полагал, что переключиться в своей аргументации на диалектические материалистические рельсы ему не составит труда и даже в увлечении бравировал это своей протеистичностью. В письме к Иванову Разумнику от 9 февраля 1928 года он оглашает свой вызов воображаемому оппоненту «Если нам нельзя говорить на одну из наших тем, подавайте нам любую из ваших. Социальный заказ» «Ладно, буду говорить о заказе». «Диалектический метод» «Ладно, вот вам диалектический метод». «И вы откусите язык от злости, увидав, что и на вашем языке мы можем вас садануть под микидки». Белый не сдавал собственных позиций, как считали многие, в частности в эмигрантской среде. Он пытался маневрируя отстоять свою тему и защитить пройденный путь, понимая, что без известных компромиссов в обстановке агрессивно насаждаемого единомыслия ему не представится возможности работать в литературе. Однако Белый явно переоценивал свои силы. Обвести вокруг пальца начетчиков и догматиков ему фатально не удавалось, тому не способствовали ни отсылки к авторитету Диборина, ни казуистические пассажи из отфильтрованных и переосмысленных цитат. Все эти приемы и старания никого не покорили, наоборот, они были в один голос расценены как беззастенчивая попытка доказать недоказуемое и разоблачены как замаскированное и оттого особо опасное протаскивание вражеской идеологии. Критик Блюм, например, апеллируя к одному из образных сопоставлений в на рубеже двух столетий, призванных убедить в пассюстороннем характере символистического мистицизма, торжествующий восклицал, «Нет, глубоко уважаемый гражданин Белый, под зонтом, сотканным из подобных аргументов, вам не укрыться от зрения марксистской критики, перед которой вы так почтительно в книге расшаркиваетесь, перед которой вы пытаетесь расстилать любезно ей словечки, не умея все же скрыть своих ушей». Примечательно, что усилия Белого модернизировать свою биографию были в эмиграции расценены совершенно аналогичным образом и почти в тех же выражениях. Попытка отмежеваться от символистов, создать себе единое лицо правоверного марксиста, который составляет основной смысл книге «Между двух революций», встречает, как оправдание Тургеневского Паклина, жесткий ответ «Шепчи, шепчи, не отшепчешься». Уже первый том мемуарной трилогии, в котором речь идет только о подступах к символизму, был встречен критикой в штыки и подвергся огульным обвинениям, как книга нам политически резко враждебная, автор же ее был наделен обликом скорпиона, пронзительного и извивающегося, всегда готового ужалить в спину и никогда не принимающего боя в лоб. Вторая часть начала века, в которой Белый рассказывает о первых годах своей писательской деятельности и о вхождении в круг символистов, создавая широчайшую панораму литературной жизни, не могла увидеть свет длительное время. Белый перерабатывал текст в соответствии с редакторскими наставлениями, наводил критическую ретушь, заменил первоначальный вариант предисловия новым, покаянным, но все эти усилия не могли существенно повлиять на судьбу книги. «Я столько слышу о начале века противоположного в гихле, нецензурно, вполне цензурно, интересно, враждебно и так далее», писал Белый 3 ноября 31 года Полонскому, видимо, еще не отдавая себе отчета в том, что амплитуда колебаний во мнениях, не приводящих к какой-либо определенности, уже отражает подспудно крепнущую общую тенденцию поставить заслон всякому мемуарному мышлению, всякой памяти о прошлом, а уж тем паче отчетливой памяти о тех именах и явлениях, о которых повествовал Белый. По вступавшему в силу закону магии назвать означало вызвать к жизни то, что обрекалось на забвение, что мешало созиданию новой мифологии. Критика и историк литературы Иванов-Разумник очень чутко подмечал эту общественную тенденцию, особенно беспощадную по отношению к символистскому литературному направлению, когда в 34-м году, констатируя уже прочное забвение Селагуба, с горькой прозорливостью предрекал, через немного времени та же судьба постигнет и Белого. Все это поколение, по слову Герцена, должно еще быть засыпано слоем навоза, об этом уж постараются, занесено снегом, чтобы пустить зеленые ростки и воскреснуть вместе с весной. Вторая книга воспоминаний Белого вышла в свет только благодаря тому, что издательское предисловие к ней написал Лев Каменев, тогда еще не преданный анафеме. В этом предисловии Безобиняков вытверждалось, что весь период времени, описываемый в начале века, Белый проблуждал на самых затхлых задворках истории, культуры и литературы, что литературно-художественная группа, описываемая Белым, есть продукт загнивания русской буржуазной культуры, что автор воспоминаний ничего существенного не видел, не слышал и не понимал воссоздаваемой им эпохе. В третьем томе между двух революций Белый остался верен своему, якобы спасительному методу густого и тенденциозного ретуширования лиц и того, что он пережил, доведение шаржа до карикатуры, которому он отдал столь щедрую дань в ходе создания и переработки новой версии начала века. В этом отношении мемуарные книги Белого по тематике, повернутые в прошлое, являются неотторжимыми памятниками той исторической эпохи, в которой они создавались, освещены отцветами того трагического времени. Иванов-разумник, близко знавший и очень любивший и ценивший Белого, указывал, однако, на его человеческие, слишком человеческие слабости, проявившиеся и при работе над воспоминаниями, недостаток мужества, приспособляемость. По мнению Ходосевича, третий том мемуаров очень много дает для понимания самого Белого, еще больше для понимания беловской психологии в предсмертный период, но по существу содержит неизмеримо больше вымысла, нежели правда. В этом суждении не учитывается, однако, что тяготение Белого к вымыслу в воспоминаниях было обусловлено отнюдь не только оглядкой на антисимволистскую литературную политику и стремлением найти общий язык с новой генерацией, но и отражало сущностные черты художественного метода автора, неизменно преследующего целью жизнетворческое преображение реальности. Характерно, что идя на допустимые и недопустимые компромиссы, расставляя новые акценты в истории своей жизни, Белый немало не утрачивает своего художественного мастерства. Даже Адамович, не принимавший в целом мемуарной трилогии, считает нужным подчеркнуть, что Белый ничуть не ослабел, как художник. Попадаются у него главы поистине ослепительные, полные какой-то дьявольской изобразительной силы и злобы. В стремлении внешне революционизировать символистское движение Белый прибегал в своих мемуарах к толкованиям, которые никого не могли убедить, не замечая, видимо, что в этих же трех книгах ему удалось продемонстрировать подлинно неприходящее значение той литературной школы, к которой он принадлежал. Белый показал, что ему, его ближайшим соратникам, сочувственникам и совопросникам первым открылось то, что оставалось еще за семью печатями для их сверстников, прилежно осваивавших культуру отцов и довольствовавшихся выученными мировоззрительными и эстетическими уроками. Открылись в мистифицированном, символико-метафизическом обличье, исчерпанность прежних убеждений и верований и катастрофизм надвигающейся эпохи. Белый остро ощущал время, чутко воспринимал симптомы будущего и во многом опередил его. Подлинную реальность некалендарного, настоящего двадцатого века, наступившего позже, он внутренне готов был встретить по незапаздывающему календарю. Кризисная, переломная эпоха воссоздается в мемуарах Белого глазами одного из ее наиболее чутких, ярких и талантливых представителей. Писать историю русского символизма, строго следуя конве воспоминаний Андрея Белого, конечно, нельзя. Ни позднейшие, ни более ранние версии не окажутся для этого достаточно полным и надежным источником, хотя и обогатят эту историю многими немаловажными подробностями и неповторимыми деталями. Но мемуарные книги Белого содержат главное, без чего к осмыслению пережитого писателем времени и присущей ему общественной и духовной атмосферы подступаться нельзя, а незримо передают чувство исторического рубежа, сказавшегося во всех сферах жизни социальной, психологической, эстетической, рубежа, прошедшего через личность автора и во многом определившего ее уникальный облик. Думается, что основная задача биография в том и состоит, чтобы изобразить человека в его соотношении с временем, показать, в какой мере время было ему враждебно и в какой благоприятствовало, как под воздействием времени сложились его воззрения на мир и на людей, и каким образом, будучи художником, поэтом, писателем, он сумел все это вновь воссоздать для внешнего мира. Видимо, Белый мог бы для определения общей задачи своих мемуаров воспользоваться этой чеканной формулировкой Гёте. Мир, постигаемый через историю индивидуальной жизни, сам обретает свою биографию. Рассказ о судьбе человека становится новым словом о мире и новым пониманием мира. Лавров На рубеже двухстолетий Введение Дети рубежа двухстолетий Два поколения Два типа детей Сыны и сынки На рубеже двухстолетий заглавие книги моей предваряет заглавие другой книги Начало века Но имею ли право начать воспоминания о начале не предварив рубежом его? Мы дети того и другого века Мы поколение рубежа Я в начале столетия сформировавшийся юноша уже студент с идеями весьма знающий куда чалить знающий может быть слишком твердо не нужно твердо Именно в теме твердости испытывал я в начале столетия удара судеб Правота нашей твердости видится мне и с двадцать девятого года скорее в решительном нет сказанном девятнадцатому столетию чем в да сказанном двадцатому веку который еще на три четверти впереди нас он не дан еще он загадан и нам и последующим поколениям но кто мы мы сверстники некогда одинаково противопоставленные концу века наше нет брошено на рубеже двух столетий отцам гипотетично изыблемы оказались прогнозы о будущем нам предстоявшим в линии выявления его от тысячи девятьсот первого года до нынешних дней наша некогда единая линия ныне в раздроби себя продолжает она изветвилась и мы оказались в различнейших лагерях все программы о да оказались разорванными в ряде фракций в партийности в осознании подаваемого материала эпохи когда перешли мы рубеж и он стал удаляться перед вытягивающим со началом столетия то каждое пятилетие его нам рождало загадки вещавшие как сфинкс разреши мы юноши встретившиеся в начале столетия и те немногие старшие не принявшие лозунгов наших отцов и одиночки боровшиеся против штампов в которых держали нас в слагавшихся кадрах детей рубежа идеологии имела не первенствующее значение стиль мироощущения доминировал над абстрактную догмой мы встречались под разными флагами знамя объединявшие нас отрицание бытия нас сложившего и борьба с бытом этот быт оказался уже нами выверенным ему было сказано твердое нет в конце прошлого века сидим мы в подполье в начале столетия выползаем на свет завязывается знакомство общение с соподпольщиками о которых вчера еще не подозревали мы что таились они где-то рядом а мы их не видели новое общение обрастает каждого из нас появляются квартирки кружочки к которым ведут протоптанные стези одинокие тропки среди сугробов непонимания у каждого из непонятых оказывается редкое местечко где его понимают и каждый убегая от вчерашнего домашнего но уже чужого очага развивается особой интимностью культ нового очага относительно первого хорошо сказал блок что же делать что же делать нет больше домашнего очага радость остыла потухли очаги двери открыты на южную площадь без времени очаг о другом новом для меня чье я писал следя перемокревшим снегом озябший заметенный весь бабаля звонился здесь отдаться пиршестином негом не прошло и пяти лет как эти чайные столы за которыми мы отдыхали и изгнанные отовсюду стали кружками салонами редакциями книгоиздательствами сперва для немногих таких как и мы недовольных и изгнанных бытом крепла тенденция к иному быту иному искусству иной общественности среди нас так вчерашний продукт разложения интеллигентных верхов стал организовываться в лаборатории выявления нового быта так вчера названные декаденты ответили тем что стали доказывать декадентами произведены они в декаденты и появилось тогда крылатые слова символизм продукт разложения в эпоху 1901 1910 годов проявил устойчивость твердость и волю к жизни вместо того чтобы доразложиться он стал слагаться и бить превышавших и количеством и авторитетом врагов отцов мы иной раз удивлялись и сами силе натиска в подполье мы сидели ведь сложа руки это сидение нас в подполье в эпоху 1895 1900 годов оказалось впоследствии закалом и выдержкой которой часто нечего было противопоставить мы напали на вчерашнее сегодня душившие нас одновременно из фланга из тыла били по нему не только нашим завтра но иногда и позавчера тот факт что мы были органически выдавлены из нас воспитавшего быта оказался силою нашу в том смысле что наши лозунги нашими отцами не были изучены и когда били по нас то били мимо нас а мы просидев в плену у того быта который отвергли изучили его насквозь в замашках в идеологии в литературе и когда с нами спорили о поэзии то оказывалось что спорившие не знают ни взглядов на поэзию Реми де Гурмона Бодлера и прочих проклятых ни Гёте ни даже Пушкина а когда мы оспаривали Милли и Спенсера то оспаривали мы то что многие из нас изучили скрупулезно проклятыми называли французских поэтов второй половины девятнадцатого века по преимуществу ранних символистов выступавших в резкой оппозиции по отношению к официальной морали и традиционным эстетическим вкусам и правилам Тристан Корбиер Морис Ролина Жан Ришпен и другие в расширительном смысле это определение восходящих серий очерков поле Верлена проклятые поэты 1884 год охватывает всю французскую предсимволистскую и раннесимволистскую поэзию Бодлер Верлен Маларме Рембо и другие все это не могло не сказаться в том что полуразрушенные бытом отцов дети рубежа до конца разрушили быт отцов казавших с такими твердокаменными и крепкими кариатиды что-то уж слишком быстро рассыпались в порошок или покрылись мхом а неказистые с виду хилые отнюдь не кариатиды мы именно поскольку мы были не твердыми но текучими протекли в твердыни защищаемые против нас воли воли к переоценке и убежденностью в правоте нашей критики были сильны мы в то время эта критика наша быта отцов начертала нам схемы иных форм быта она же продиктовала интерес к тем образом прошлого которые были заштампованы прохожую визу поколения семидесятников и восьмидесятников они не учли Фета Тютчева Боротынского мы их открывали в пику отца в нашем тогдашнем футуризме надо искать корней к нашим пассоистическим экскурсам их всевозможным реставрациям иное назад приветствовали мы как вперед из нашей тогдашней революционной тактики обходного движения мы не разделяя позиции Канта но еще более ненавидя ползучий эмпиризм кажется выражение Ленина в пику Стюарт умельно тактически поддерживали лозунги назад к Канту назад к Ньютону от крайностей механицизма которым были полны и которые иные из нас изучали специально мы выдвигали диалектику динамику квалитотизм гераклита против стылых норм элейского бытия статики и исключительности квантитотизма и уже со всей решительностью провозглашали назад к Пушкину от Нацена и Скобичевского и даже назад к Марксу и Энгельсу от Максима Максимовича Ковалевского и всяческого янжулизма КВАЛИТАТИТАТИЗМ КВАЛИТАТИЗМ от латинского КВАЛИТАТИВУС КАЧЕСТВЕННЫЙ КВАНТИТАТИЗМ от латинского КВАНТИТАС КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ Под стылыми нормами элейского бытия понимаются основоположения элейской школы древнегреческой философии VI-V века до н.э. выдвинувшие понятие единого бытия как непрерывного неизменного присутствующего в каждом элементе действия исключающего множественность вещей и их движения Янжулизм термин изобретенный белым по фамилии Янжула подразумевается специфически московской версией либерально-позитивистского миросозерцания Так в 1907 году я писал О, если б вы Иван Иванович познакомились бы хотя с механическим мировоззрением прочли бы химию О, если б вы разучили Эрфурдскую программу Робески страница 341 Нам предлагались когда-то не Маркс а Кореев не Кант и Гегель для исторического изучения становления логики диалектики и методологии а история философии Льюиса вместе с пошлятиной французской описательной психологии о нас уже в гимназическом возрасте воротило от смайлсов которыми в отрочестве перечитались и мы некогда мы были готовы согласиться на что угодно на Ницше на Уайльда даже на Якова Берне только бы нас освободили от Скобичевского Кореева и Алексея Веселовского и мы покажи нам Рублева конечно же схватились бы за него чтобы отойти от впечатлений художества Константина Маковского нам подставленного История философии в биографиях 1845-1846 годы труд Льюиса последователя Конта получивший широкое распространение издавался в 1865-1889 1892-1897 годах История философии рассматривается Льюисом как история человеческих заблуждений исключающие возможности нового пути познания кроме позитивизма Наши пассиистические уроки отцам имели такой смысл Вы нас упрекаете в беспринципном новаторстве в разрушении устоев и догматов вечной музейной культуры Хорошо же Будем за это все Но тогда подавайте настроенный строй Не прокисший устои не штамп а стиль продуманный заново не скепсис а критицизм Отдайте нам ваши музеи Мы их сохраним вынеси из них клеверов и внеся рублевых и врубили Мы недовольны разных мастей пересекались твердо на нет которое было выношено жизни Теперь эпоха опубликования всякого рода дневников сошлюсь на них для иллюстрации своей мысли Вот дневник Блока Подразумевается издание Дневник Александра Блока под редакцией Медведева тома 1 и 2 Ленинград 1928 Какая ирония по отношению к штампу ходячего либерализма И в Цицероне провидит впоследствии он хорошо изученный образ кадета Все это сквозит в нем еще в 1912 1913 годах Говорю еще подчеркиваю не уже Принято объяснять Блока как пришедшего критики обставшего быта А надо брать Блока как исшедшего из этой критики Он мог ошибаться в оформлении своих консеквенций критики Но критика быта основное в нем То именно что его сделало для отцов декадентом Дневники Блока под знаком еще Не уже Блок трезвеет А еще не может забыть чего-то что некогда отделило его весьма от других Имеется ввиду характеристика Цицерона в очерке Блока Кателина страницы из истории мировой революции 1918 год Он не был тем что в наше время называется словом пораженец Он не был им Почему ему не пришлось произвести такого гигантского и не совсем ловкого прыжка от пораженчества к оборонничеству И даже еще гораздо дальше Какой пришлось недавно произвести многим умеренным русским интеллигентам Нет Он рассуждал гораздо последовательнее Я думаю не потому что он был головой выше многих русских интеллигентов Нет Цицерона есть в России и в наше время Может быть это можно объяснить тем что в Риме был уже 400 лет республиканский образ правления и римская интеллигенция развиваясь более естественно не была до которого над почвы она не надорвалась так как наша в непрестанных сражениях с чем-то полусуществующим тупым бюрократически идиотским В письме к блоку от 12 марта 1919 года Белый оценил Кателину чрезвычайно высоко Брошюра произвела на меня сильнейшее впечатление В ней есть то что именно нужно сейчас монументальность полет и всемирный исторический взгляд соединенный с тончайшими индивидуальными переживаниями Я прочел в этой статье не только то что ты сказал но и то что ты не сказал прочел не в мыслях а в ритме Другой пример Из моей жизни Валерия Брюсова Та же горечь выдавленности избыта и ощущения своей потерянности в нем Имеется в виду книга Брюсов Из моей жизни Предисловие примечания Ашукина Москва 1927 год В ней помещена незаконченная автобиографическая повесть Брюсова Моя юность Люди подобные Брюсову Блоку мне лишь позднее связавшиеся в попытках оформить свое культурное кредо до встречи друг с другом уже были тверды как сталь в отношении к вчерашнему дню и эта сталь стала нам лезвием отреза от конца века не тогда стал Брюсов декадентом когда напечатал о закрой свои бледные ноги а тогда когда изучал спинозу в поливановской гимназии и в эти же месяцы отметил в дневнике неизбежность для него быть символистом а я стал изгоем профессорской среды не по указу русских феномостей 1902 года а тогда уже им был когда в 1897 году товарищи показывали на меня учителю а Бугаев то у нас декадент подлинные дневники тогда именно писались в душе о закрой свои бледные ноги знаменитое однострочное стихотворение Брюсова 1894 год на долгие годы обеспечившие его автору скандальную славу было впервые опубликовано в третьем выпуске сборника русские символисты Москва 1895 год о своем увлечении философии спинозы в гимназические годы Брюсов говорит в повести моя юность и позднее встретившись мы спорили о весьма многом о значении французского символизма не слишком значительного для нас блоком и значительного для Брюсова а значение нитше ценим во мной не слишком еще ценим во блоком и так далее но мы никогда не спорили о том имеют ли значение фразы Гольцева Иванова Алексея Веселовского еще не соглашаясь ни в чем с Константином Леонтьевым мы предпочитали читать его чем Кореева таковы были мы чтобы стало наглядно кем мы никогда не были возьмите воспоминания Щепкиной Куперник дни моей жизни все то перед чем трепещет она уже не существовало для нас с какой любовью описывает она марийствование в русских ведмостях Соболевского Игнатова занимавшихся лет 12 специальным утоплением нас в море презрений Прочитайте трепет с которым описывается Виктор Александрович Гольцев страница 291 или с каким уважением приводится мнение Стороженки о ее произведениях и я выросший в квартире у Стороженок а наглядевшийся на почтенного Николая Ильича 25 лет уже в 1896 году знал Стороженка в искусстве ничего не смыслит и спрашивать мнение у сего московского льва не согласился бы ни за какие блага я никого не критикую каждому своя дорога я лишь указываю кем мы не были да и сами почтенные старцы вчитайтесь как они нежные станечки добрый Гольцев брюжит брюжит да и разразится вдруг о гениальной писательнице а Малиновка все пела боги Греции как она пела хочется экспромтом уехать с Егорской на запад денег нет а саблин тут как тут а на что же существуют авансы и по щучьему велению доброго папаши и деньги и паспорт помню как староженка нас подростков стремящихся сцене все пичкал водовильчиками гениальной танечки а я хотя был гимназистом сбежал от сладости роли первого любовника которую мне подсунули 4 марта 1893 года Брюсов записал найти путеводную звезду в тумане я вижу ее это декадентство 22 марта что если б я вздумал на гомеровском языке писать трактат по спектральному анализу у меня не хватило бы слов и выражений тоже если я вздумаю на языке Пушкина выразить ощущение нет нужен символизм Брюсов дневники впечатление одней моей жизни трогательное почитание юной танечкой старцев еще большая нежность старцев танечки что не пикнет все триумфально несется в редакцию между тем эти столь нежные ктане отцы с какой жестокую неумолимостью они именно и душили нас блок идиот Брюсов махровый нахал и бездарность я и идиот и нахал марксисты не выказали по отношению к нам и одной сотой той лютости какой мы испытали от этих нежных старцев марксисты наводили критику либералы сводили счеты танечка же была своя девочка а боренька я стал предателем и жест старцев в отношении ко мне после незадачливого моего открытого письма к либералам и консерваторам 1903 год напоминал воистину страшную месть и она тотче же началась на государственном экзамене где меня силились провалить не за незнание предмета а за письмо и эта месть мне сопровождала меня по годам брюсова не травили так потому что он не был валенькой а я андрей белый я именно боренькой был сидел на коленях льва толстого и кормили меня конфектами и буслаев и янжул профессора позднее кивали мне о возможности при них остаться восхитись я ими как танечка и мои бы пики печатались русской мыслью еще в конце века ведь печатался же двенадцатилетний юрочка веселовский ведь справил же во время он свой десятилетний юбилей а я боренька напечатал симфонию со следами уже старинного скандала происшедшего двадцать семь лет тому назад мне и теперь приходится встречаться когда я попадаю в сохранившееся чудом в погребах остатки того быта который доминировал в конце века симфония вторая драматическая литературный дебют белого была выпущена в свет под маркой московского модернистского издательства скорпион в апреле 1902 года но скандал стрясшийся надо мною в 1902 году когда мне был уже двадцать один год зрел не менее пятнадцати лет в моей сознательной подпольной жизни в это время к бореньке относились приласково потому что боренька таил критическую работу своего сознания он обглядывал быт верхов ученой интеллигенции среди которой встречались имена европейской известности были и люди крупного размаха в разрезе личной жизни но социальный уровень коллектива среднее его был потрясающий низок ниже даже других бытов не имевших к науке прямого отношения он строился на бытике квартирок не управляемых последним словом науки он обставлялся знаками тирании той или иной грибоедовской княгиней Марии Алексеевны перед которой лебезил рой профессор и вытягивал за шиворот своих маститых мужей дабы они привстав на цыпочки в таком виде шли на поклон к тирану если вера иных и светил гуманности и прогресса была именно верой в прогресс то фактически выявлялась вера в ином лозунге верую в кошку серую и какой-нибудь серой ободранной кошки устанавливающей каноны квартирок несли с трепетом всякие дани статика предвзятость рутина пошлость ограниченность кругозора вот что я вынес на рубеже двух столетий из быта жидней среднего московского профессора и в средней средних растворялась несредней сколько слов о добром и вечном сыпалось вокруг меня сеялись семена я ими был засыпан среди кого я рос у кого сидел на коленях у Максима Ковалевского сидел и поражался мягкостью его живота и я игрывал под животом Янжула Жуковский Павлов Усов Стороженко Анучин Веселовский Ивунюков Троицкий Грот Умов Горожанкин Зернов и прочие 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 из стаи славной роились вокруг меня не быт окладоваясь семенными мешками но я будучи Боренькой никак не мог развязать этих туго набитых семенами мешков и весь перемазался пылью их покрывающей и эта пыль быт квартир в которых держались семена пыль была ужасна Танечки на расстоянии подавалась горсточкой зернышек поживи она в кладовые где держалось зерно она вероятно не осталась бы Танечкой В недрах этих кладовых и был врублен в меня рубеж двух столетий проведшие грань между Танечкой которую увел от начала века Виктор Александрович Гольцев и мною без Виктора Александровича под кривой улыбкой Виктора Александровича этот рубеж переступившим скажу заранее 1901 год первый год новой эры встречали как новые весьма немногие для нас с блоком он открыл эру зари то есть с радостным ожиданием ожидание размаха событий большинство встретили этот год обычным аллегорическим завитком пожелания новогоднего счастья щелкнуло ровно в 12 бутылка шампанского и все чего же еще будущее виделось весьма неясно весь горизонт в огне и ясен нестерпимо так писал Александр Блок и я писал в этом же году еще не имея никакого ясного представления о бытии Блока разве я не вижу что все мы летим куда-то с головокружительной быстротой симфония и в последних днях улетающего столетия я написал последнюю фразу северной симфонии повернутую к новому веку ударил серебряный колокол для одних щелкала пробка шампанского как и в прошлом году другие слышали удар колокола и гадали о чем удар это могли быть и звуки пожарного набата и звуки марша о содержаниях звуков гадали мы наша да ведь немелые эмпирики мы сходились в одном что кризис небывалый и небывалость его протекает в совершеннейшей тишине в чем кризис социал-демократ мог ответить скоро обнаружится социальная действительность и сорвется фиговый листик с режима благополучия философ культуры мог ответить гибель европейской буржуазной культуры философ мог сказать так кризис теорий об однолинейном прямолинейном прогрессе кто иной мог неопределенно сказать конец эпохи а мистик мог заострить этот конец в конец мира вообще гадание о форме кризиса надо отличать от вопроса о наличии кризиса это наличие для нас детей рубежа было эмпирикой переживаемого опыта а вопрос о формах выявления его в начале века был загадан и загаданность эту не закрепляли мы в непреложные догмы а выдвигали ряд рабочих гипотез утверждали либо то либо это так и в моей детской симфонии изображены люди по-разному констатирующие кризис в симфонии вы не найдете непререкаемого непременно то-то а не это для одних ждали утешителя а надвигался мститель симфония для других на востоке не ужасались тут наблюдалось счастливое волнение для иных погребали европу осенним пасмурным днем симфония и под всеми этими образами по-разному рисовавшими кризис был подан кризис и в ответ на тему этого кризиса отвечали отцы так как это изображено в симфонии же во всеоружии точных знаний они могли бы дать отпор всевозможным выдумкам но они предпочитают мрак какое отсутствие честности в этом кривлянии на что другой ученый по бойче отвечает дифференциация и интеграция спенсера обнимает лишь формальную сторону явлений жизни допуская иные толкования ведь никто не имеет сказать против эволюционной непрерывности дело идет лишь об искании смысла этой эволюции симфония я неспроста привожу эти цитаты рисуя рой катастрофических чудаков мистиков и не мистиков являющих кризис я не сливаюсь с каждым из них противополагая им отцов рассуждающих о спенцере один из профессоров отец во всех смыслах другой унюхавший завтрашнюю моду на чудаков и заранее строящий мосточек фразою о многообразии истолкования явления эволюции завтрашние теории многообразий опыта и были такими попытками не отрезаться от моды сохраняя связь со славными традициями вчерашнего дня вспомните что автор симфонии юноша студент естественник работающий в лаборатории по органической химии и ведущий двоякого рода разговоры и с товарищами экстремистами проповедующими что все мы летим куда-то и с приличными блюдущими традиции приват доцентиками и вот тогда вам станет ясно совсем не важно стоит ли он за разверстые небеса или за допущение многообразия столкований спенсера одно ясно что он спенсера и милле читал с той же внимательностью как и нитши и апокалипсис иначе не выбрал бы он героями чудаков которые окончили по крайней мере на двух факультетах и уж ничему на свете не удивлялись и далее все это были люди высшей многострунной культуры симфония ясно что автор изображает на рубеже столетий людей рубежа несущих в душе ножницы двухбурящихся эр революционной катастрофической сэволюционной благополучной и недаром вместо предисловия автор пишет произведение это имеет три смысла стало быть оно несет в себе проблему многообразия истолкований откуда же это многообразие и здесь следует зарубить на носу всем почтенным академическим оформителям нас теперь через 27 лет после появления скандальной симфонии что за 27 лет оформления нас они не оформили в нас того что мы сами в себе оформили 27 лет назад и не только оформили но и напечатали оформление черным по белому произведение имеет три смысла то есть ни одно из трех гипотетических толкований не может быть взято догмою ибо метафизических догм не было уже у нас 27 лет тому назад если с одной стороны выпирает явная мистика Мусатова героя симфонии то она тут так же осмеяна что бедный Игнатов счел симфонию пародии на мистицизм о чем оповестил в русских ведомостях в 1902 году к сведению пишущим о нас в 1929 году дело в том что мы не любили Спенсера и в пику Спенсеру порой рука протягивалась к Бена но более всего не любили мы метафизические догматики и когда той или иной догматикой символизировали нечто то всякая догматика в наших руках превращалась в гипотезу оформления момента и на момент едва вложив психологию героя фразу звук рога явственно пронесся над Москвой это ли не мистика как мистические выходки озлобили печать либералы народники разгромили своих противников одна статья обратила на себя внимание она была заглавлена мистицизм и физиология и мистики не нашли что возражать симфония так как мы не хотели быть и 27 лет назад унтер-офицершей пошлепкиной то не правда ли отсюда рождается какая-то проблема для корректива уличения нас в мистике по прямому проводу дело в том что и Ницше и Соловьева и Спенсера и Канта брали мы в круг своего рассмотрения но ни Ницше ни Соловьев ни Спенсер ни Кант не были нашими догматами ибо самое наше мировоззрение строилось под боевым кличем разрушить догматы но мы не отказывались ни от Ницше ни от Соловьева в ряде оформлений как от гипотез условных и временных и мы не боялись слов ибо слова не были для нас жупелами Спенсер давайте терминологию с дифференциацией интеграцией но допуская толкование София так София а там посмотрим в смысле ли четвертые ипостаси исторического символизма поэтических сонетов проблемы хозяйства написано ж два тома на тему Софии как хозяйство культуры или идеи человечества в духе позитивиста Конта мы никогда не были словесниками фетишистами слова как такового а именно диалектиками смыслов то есть символистами о том что в основе символизма лежит диалектика преломления методологических смыслов писал я неоднократно но и иные застолкователей не книги мои читали а ими духовно созерцаемые фиги градация рабочих гипотез мобилизованная нами в начале века для оформления нашего гипотетического да не меняла изведанной нами эмпирики за которую мы держались твердо это эмпирика измеренности взвешенность того бытика который не мог не рухнуть в бездну и он рухнул как бы вы товарищи профессора не чтили традиции выведших вас в люди отцами вашими восьмидесятниками и как бы вы не подчеркивали мистичность нашего чувства кризиса кризис был и о нем до него сказали не вы ибо вы его просмотрели в свое время вместе с Виктором Александровичем Гольцевым староженкою и паинькой Щепкиной Куперник остальное с детали именно я изучил изжитость профессорской квартирочки поднесенной мне профессорскому сынку и не паинька Танечка а бяка Боренька испытывал всю железность пяты давящей профессорскую квартиру для меня приунелевого башмака Марии Ивана Лисковской о чем ниже и уже пятиклассникам я знал жизнь славной квартиры провалится провалится и искусство прославляемое этой квартирой с Мачтетом и Потапинкой с Клевером и Константином Маковским с академиком Беклемишевым и с Наценом вместо Пушкина еще более скандалится общественность этой квартиры резко приподнятая над правым кадетизмом Разве мы не были правы И разве нас надо ругать за нюх Понятие нюха эмпирическое а не мистическое Нюх к туче при безоблачном видимо небе а таким оно представлялось из окон квартир лишал нас правда возможности охарактеризовать ее цвет форму и так далее и отсюда то эмблематика в экспозиции наших гипотез в 1899 1900 и 1901 годах Если б мы были мистиками в том смысле в каком нас изображали потом а не идеалектиками надо было бы видеть в нашем юношеском кружке арго материалистическую эмпирику и ждать что мы наняв барку в Одессе поплывем к кустю реки Риона за отыскиванием пресловутого барана все знали барана мы не искали и в Кутаис не ездили а сидели в Москве Элис изучал Маркса а я Гельмгольца Рион Риони у древних Фасис река в западном Закавказье впадающая в черное море около города Поти согласно греческому мифу аргонавты участники плавания на корабле Арго прибыли за золотым руном в устье Фасиса в первой половине девятисотых годов белый был одним из инициаторов и вдохновителей кружка аргонавтов молодых людей по большей части студентов объединенных мистическими и жизнетворческими помыслами так как только мистиков. Я демонстрирую. Берется, скажем, беспомощное детское двустишее. Сердце вещи радостно чует. Призрак близкой священной войны попался. Стоит слово «священный» и начинаются разговоры о трансцендентной реальности. Будь я критиком-диалектиком, я написал бы следующее. Автор, верно предугадывая близость небывалого размаха войн мировой и классовой, ощущает величие размаха и наделяет его эпитетом «священный». Важно то, что он радостно львется в бой, а не то, что он ошибается в определении характера войн, внешне еще не разразившихся перед ним. Оторванный бытом тогдашних представителей общественности, умеренных конституционалистов от живого изучения социальных явлений он допускает аллегорическое понятие. Но если мы будем преследовать аллегории, то мы должны бы и выражения «жрец», «науки», «храм науки» считать чистейшую мистику. Так написал бы критик с диалектическим подходом к остолкованию стилистики выражений и подчеркнулось бы, автор стоит на рубеже двух эр, одна миновала, другой еще нет, и пробел неизбежно заполняем не догматами, а серией рабочей гипотез. В 1900-1901 годах мы подошли к рубежу с твердым знанием, что рубеж — рубикон, ибо сами мы были рубеж, выросший из недр конца века, но нас было мало, а их было много. Мы были юны, им были лишены традиций, покровительства, авторитета власти. И пока Боренька тайком от родителей уже скрипел пером и прятал стишок под увесистой том истории индуктивных наук. У Эвеля Танечка заливалась с малиновкой в редакции русских ведомостей, а у нас за стеной у Янжулов читал чтимый Янжулами Мачтет. На его чтение собирались седые волосатые старцы, ряд же современников, сверстников, тоже профессорских сынков, не отличавшихся никакими нюхами, покорно внимали папашам, иные из них и стали в нынешние годы нашими истолкователями. Да, мы мистики. Крестьянин тоже мистик, когда у него свербит в пояснице, и он утверждает быть грозе. Почему бы не подойти к многому в наших образах с критерием метеорологии? Я вот пять лет не пропустил ни одного заката, и так изучил колориты закатов 1900-го, 1901-го, 1902-го, 1903-го годов, что на картинных выставках определял безошибочно год написания пейзажа, если он изображал закат. Вячеслав Иванов даже звал меня в шутку «закатологом». Мотайте на ус, критик. Закатологией не занимавшийся. У вас огромный материал к уличению меня в мистике. Хотя бы термин «эпоха зари» мой. А что, если я вам объясню, что эпоха эта, помимо мистического объяснения, имеет и метеорологическое? После извержения Мартиники в 1902 году пепел, рассеявшись в атмосфере, окрашивал зори совершенно особенно, и метеорологи это знали, и наблюдатели природы знали, и те, кто, как я, в эти годы работал у метеоролога Лейста и у физического Георгова Анучина. Есть люди, не чувствующие перемены погоды. Они руководствуются зрением. Туч нет, идут без зонта и возвращаются промокшими. Мистики, у которых свербит поясница, те знают, когда надо брать зонт, когда нет. Вот разговор на рубеже века, между детьми рубежа и детьми конца века. Горизонт ясен. Будет ливень. Мистика. Берите зонт. Пойду без зонта. Промокните. Позвольте, откуда вы знаете? Свербит в пояснице. Но тучи-то нет. Ее нет, а в пояснице моей сидит она. Что за чпуха? Вы мистик? Я символист. У меня органы чувств, измерительные аппараты. Вот резюме разговора, длившегося годами меж ними и нами. Теперь видно уже. Профессор, вышедший гулять без зонтах Константинополю и проливом, оказался мокрым. Теперь он сводит счеты с символистом, его предупреждавшим 29 лет тому назад о том, что на благополучиях спенсеровской эволюции больших прогулок нельзя строить. В ответ на что профессор вырезывает из детского двустишее слово «священный» и забывает, что и он священный, как жрец науки, доносит на символиста, которому казалась смешная идеология тверских земств, долженствующих навеки облагодетельствовать Россию конституционным строем. Намек на лидера кадетской партии Милюкова, обосновывавшего завоевательную программу России в мировой войне, в том числе оккупацию Константинополя и проливов, соединяющих черные и средиземные моря. В поэме «Белого Христос воскрес» 1918 год расслабленный интеллигент произносит негодующие слова о значении Константинополя и проливов. В 1898-1901 годах мы знали твердо «Идет гроза, будет и гром, но будут и ослепительные зори, зори в грозе». Это было знанием рубежа, ставшего в первых годах начала столетия нюхом, но нюх, инстинкт, в иных случаях есть приобретенный навык, рядом упражнений в разгляде реальных фактов. Задание этой книги в образах биографии, в картинах быта, обставшего детства, отричества и юности, показать, как в Бореньке, взятом на колени маститостью, на этих мягких коленях, сложилось жесткое слово о рубеже, в результате которого его сошвырнули с колен, и перед ним захлопнулись двери, куда была внесена на ручках настоящая паинька Татьяна Львовна Щепкина-Куперник. Боги Греции, как она поет! Глава первая Математик Николай Васильевич Бугаев Когда поворачиваюсь на далекое прошлое, то неким веянием, как бы из-под сознания, сквозь образы, мне заслоняющие первые образы воспоминаний, их все упразднив, поднимается тьма. Силюс в ней что-то высмотреть, силюс да вспомнить начальные прорези самосознания, сил не хватает, тогда-то из бездн темноты мне выкидывается лишь образ отца. Его влияние огромно. В согласиях, в несогласиях, в резких мировоззрительных схватках и в жести, таимой горячей любви, он пронизывал меня действенно. Совпадения во взглядах и даже полемика с ним определяли круг моих интересов. С ним я считался в детстве, отрочестве, юности, зрелым мужем. В детстве откинется, весь подобрев просияет и тихо сидит в большой нежности. Так ни с того ни с сего, большеголовый, очкастый, с упавшую прядью на лоб, припадая на правый набок как-то косоопущенным плечиком, и засунувший кисти совсем успокоенных рук под манжетом к себе, накричался и тихо сидит в большой нежности. Так ни с того ни с сего, улыбается тихо, тишайше себе и всему, что не есть. Крещеный китаец, страница двадцать первая. Он прожал младенца кратчайшим лицом, просиявшим улыбкую, ведь некрасивый и часто свирепый на вид. Кипяток, раскричится, на весь арбат слышно, а мы не боимся. Улыбка отца была нежная, просто пленительная, лицо славное, не то Сократа, не то печенега. Вспоминая, писал о нем в молодые годы. Ты говорил, летящие монады в ионных волнах, плещущих времен, не существуем мы, и мы громады, где в мире мир трепещущий зажжен. Твои глаза и радостно, и нежно, из-под очков глядели на меня, и там, и там, над Нивою безбрежной, лазурила с пучина бытия. И всю жизнь, вплоть до этого мига, воспоминания об отце вызывают во мне строки ему посвященные. Цветут цветы над тихой могилой, Сомкнулся тихо светлой жизни круг, Какой-то неодолимой силой меня к тебе притягивает, друг. Иные жестов отца, его слов, афоризмов, весьма непонятных при жизни, Вспыхивают мне ныне, как молнии. Я впервые его понимаю в том, именно в чем он мне был непонятен. Протертый профессорский стол с очень выцветшим серо-зеленым сукном, Проседающий кучами книг, Падали карандаши, карандашки, циркули, транспортиры, резиночки, Валялись листочки и письма с французскими, шведскими, американскими марками, Пачки повесток, нераспечатанных распечатанных книжечек, Книжек и книжищ от Ланга, Готье. Составлялись огромные груды, грозящие частым обвалом, Переносимые на пол, под стол и на окна, Откуда они поднимались все выше, туша дневной свет И бросая угрюмые сумерки на пол, Чтобы подпрыгнуть на шкаф, очень туго набитый коричневыми переплетами, И посыпать густосеймой пылью обои потертого шоколадного цвета И серого папочку. Крещеный китайец. Страница пятая. Он отсюда вставал, и рассеянно шел коридором, столовой, И подал он в гостиную, а остановившись перед зеркалом, Точно не видя себя, он стоял и вычерчивал пальцем по воздуху знаки. Страница шестая. Домашний пиджак укорочен, кончается выше жилета, Пиджак широчайший надут, панталоны оттянуты, Водит плечами, переправляя подтяжки, Подтянет, опустится. Страница седьмая. — Что вы такое? — окликнет его проходящая мама. Он высунет голову и поморгает на мамочку робкими глазками, Будто накрыли его. — Ах, да яс, ничего себе, такс. Барабанит ногами к себе в кабинетик, какой-то косой. — Да и дети себе вычисляйте. Что отец мой был крупен и удивительно оригинален, Глубок, что он известнейший математик, То был мне ведомо. Поглядеть на него станет ясно. И все-таки не подозревал я размеров его. Летящие монады несуществуем мы. И он в нашей квартирочке, да и в других, Очень часто присутствует, как бы отсутствовал. И мы громады, где в мире мир трепещущий зажжен. Был он просто огромен в иных из своих выявлений, Столь часто беспомощных. Быт, где он действовал, карликовый. В нем ходил он, сгибаясь, И, представляя собой смешную фигуру, Всегда отмечалось мне, Странная связь существует между нами, И разногласия все углубляются. Но чем становились и глубже они, Тем страннее друг к другу. Сквозь них мы влечемся, Вперяясь друг в друга, как бы бормоча, Я понять тебя хочу, Темный твой язык учу. Возмущался я. Как может он говорить так, Как он говорил о быпсоне, О кнуте гамсоне? Ну-с, мой дружок, как твой кнут? Возмущался и он, наблюдая меня. Да, мой голубчик, ухо вянет, Такую право порих чушь, И в глазках крошечных проглянет Математическая сушь. Тем не менее, наискось, Похаживая по столовой, Мы мирно беседовали О причинности в понимании вунта Или об энергии в понимании оствольда. Вопрос за вопросом вставал. Широконосый и раскосый, Жестковолосой бородой Расставит в воздухе вопросы. Вопрос один, вопрос другой. Вдруг с хитростью, С прихитрую мне непонятную лукавостью, А знаешь, умное бестие Это твой Брюсов. Такие фразы, однако, Срывались уже перед смертью, Когда, вздыхаясь от припадка ангины В своем перетертом халатике, Тихо полеживал он на постели, Уткнув в жарко дышащий нос В третий выпуск, Тогда появившихся только что Северных цветов. Я был темен отцу В декадентских моих выявлениях, И он был мне темен в те годы. Был темен парением В труднейших сферах аритмологии, Когда грустно жаловался. Знаешь, наши профессора математики Далеко не все могут усвоить В моих последних работах. Я перечислял, Какие именно математики Могут его понять. Насчитывал он лишь с десяток имен Во всем мире разбросанных. Был он мне темен в другом еще, В жизненных жестах. Например, В экспрессии выбега Из кабинетика в быт. Ничего не видит, Не слышит. И вдруг, совершенно случайно Расслышавш, как что-то кухарка Бормочет о чистке картофеля, И как снег на голову Из затворенной двери К карманам курчонки Своей зацепляясь за дверь Прямо в кухню. Не так-с, Надо чистить картофель. Вот как-с. Цифрами, формулами Начинает выгранивать методы Чистки картофеля Или марения тараканов, Которые вдруг завелись. Помню сцену. Приехал к отцу математик По спешному делу Из дальней провинции. Мой же отец, стоя на табурете, Имея по правую руку Кухарку, По левую горничную, Со свечами Спринцовкой Опрыскивал тараканов, Испуганных, С ужасом им вдруг В буфете открытых. Вот, видите-с, Как-с, Негодяй убегает, А я его, Так-с, Пф-ф, В таракана спринцовкую. Вспомнивши, Что математик приезжий стоит, Рот раскрыв, С удивлением, Содерцая картину Гоняющегося спринцовкую За тараканом отца, Угрожающего падением С табурета И развивающего полы халата, Он бросил ему Посидите тут, Вот, Извольте видеть Морю тараканов, Да-с, Да-с, Таракан у нас Развелись. Отвернувшись от математика, Бросился он спринцовкую За убегающим Тараканом. Ах, Ах, Негодяй, Ишь ты, Тоже спасается, А я его. Моя мать, Тетя и гувернантка, Следящие из-под тишка За картину этой, Тут фыркнули. Сам математик, Почтительный, Вижу, Уже начинает Беззвучно трястись, И кухарка, И горничные Тоже пляшут плечами, И я смеюсь. Только отец, Нуль внимания на смехи, Хотя слышит их. Ах, Какая гадость, Вот дьявольщина, Развелись тараканы, Скажите, Пожалуйста. Только минут через двадцать, Сойдя с табурета, Отдавший прислуге халат, Он подшаркнул, Привежливо и придовольно Перетирая руками. Ну, Вот-с, И прекрасно. Садитесь, Пожалуйста, Ведь ж и так Математик уселся. Да-с, Нечего делать, Ведь таракан ужасный, Пакс. Ну, Чем я могу вам служить? Темен был мне отец, В этих странных усилиях, К ясности, К точности, И к немедленной ликвидации Всякого иррационального пятнышка, Выступившего перед ним Точно на переосвещенной поверхности. Он все удивительно переосвещал. Освещал со всех сторон Пунктами и подпунктами Своих объяснений, Но переосвещенная плоскость Переменяла обычный рельеф. На рельеф диковатый, От переосвещения темный. Люблю и орицони, Вот этот художник, Его можно в лупу разглядывать. Он очинивал карандашики так, Что их прям бы под микроскоп, До того совершенно они заострялись, И всем выдвигал острие карандашиков, Как неизбежное. Люди смеялись. Чудак. Для меня же стояло Проблема и чудачество это. В переосвещении, В переобъясненности, В переочинке им Все выдвигалось, Как действительность подлинная. Не действительность, Видимая невооруженным глазом, А видимая в микроскоп. Был способен заметить бациллу, Как ползающий Дефенциалик по скатерти. И был способен не видеть Большого предмета, Стоящего прям под носом. Предметы он видел в их, Так сказать, Деференциальном раздроби, А данный факт жизни Все осилился он Синтегрировать. Наша квартира в его представлении Мир интегралов, К которым еще долго, Надо долгим сложением Аналитических данных прийти. Он и видел не так, И не так объяснял, Слишком ясно, И от того темнота Выдворялась. Мне было отчетливо, Еще когда я был пупсом, Что он очень темный, Непонятный, Матерью, мною, Прислугою, Учениками, Всем бытом профессорским, Добрые знакомые Видели не отца, А пародию. Но я, подрастая, Непонятым был, И отец боролся С идеологией моею, Вкусами в искусстве, Мистикою, Которую ненавидел он, Но сквозь прий, Он разглядывал же Непонятого И во мне В последние два года жизни, И даже со страхом, С соболезнованием, С жалостью нежной, Поглядывал он на меня, Когда я уж стал притчей Во языцах В профессорском круге, Среди борзописцев, Помоями поливающих За дерзкое письмо К либералам И консерваторам, Своего рода И нам было делать нечего. С благодарностью Вспоминаю, Что в эти именно месяцы Всяческих расхождений Во взглядах Подчеркивал он Безотносительно, Что он доволен Моим методологическим Оформлением Иных из мыслей моих. Была напечатана Так же статья Моя форма искусства, Построенная на своеобразном Преломлении взглядов Оствальда И Шопенгауэра, Которого ненавидел отец. Тем не менее, Прочтя статью, Он сказал, Прекрасная статья, Прекрасно оформлена. Одобрение относилось Не к идеям, А к методам оформления. Между тем, Статья эта, Прочитанная прежде В студенческом обществе, Вызвала ужас Князя Сергея Трубецкого, Отказавшего Сопредседательствовать На моем реферате. Так же поступила Лопатин. Мой отец, В противовес Профессорскому мнению, Выказал тут И непредвзятость, И объективность. Его радовало, Что принцип сохранения Энергии Я пытаюсь отметить В жизни искусств. Именно эта попытка И ужаснула философов. Сравни более подробную Характеристику белым Этого события Ноябрь 1902 года. В ноябре я читаю реферат О формах искусства В филологическом Студенческом обществе. Чтение разделено На два вечера. Ему предшествуют Странные слухи, Будто Сергей Трубецкой Отказался председательствовать На моем реферате. Отказался и Лопатин. Долгое время искали Того, кто согласился Попредседательствовать. И все потому, Что я декадент. На реферат я шел Не без волнения И смешанного с досадой. Но прения были отложены До второго чтения Через неделю. На этом чтении Председательствовал Приват-доцент Викторов. Меня поражало в отце Сочетание нет предвзятости С резким пристрастием. Поражало и сочетание Гуманности в жизненных вопросах С узким фанатизмом В настаивании на проведении мелочей Именно так, а не иначе. И страсть к ясным формулировкам Уживающимся со страстью К дичайшим гротескам Подносимым под видом Сочиненного каламбура Порой развертывающегося В рассказ как-то о Халдее И жене его Халде О Костромском мужике О Магде и так далее. Тут чудак в нем Скликался со мной. Этот каламбур отца Белый ввел в роман Петербург В разговор Аполлона Полонча Облеухова с Камердинером Семеновичем. Ведь жена-то Халдея, Полагаю я, кто? Полагаюсь, Халдейка. Нет, Халда. Белый Андрей Петербург Роман в восьми главах С прологом и эпилогом. Издание подготовил Долгополов. Ленинград, 1981 год, страница 401. Не было между нами типичных Тургеневских отношений по чину. Отцы и дети. Моя полемика с отцами почти не сдевала отца. Это он понимал. Ибо не он ли раскрывал мне глаза на иных из отцов? Он и не был отцом мне по возрасту, скорее дедом. По теме своей он в одном отношении взлетел над отцами. Какое-то иное игорное измерение. В другом разрезе. Как дед или отец отцов был теснее связан с действительно славными традициями науки, а не с культом слова традиции, которым злоупотребляли отцы, и с которыми они фактически уже не были связаны. В эпоху моей борьбы с профессорским бытом я и не мыслил об отце-деде, как об отце-друге. Если я видел его опутанным бытиком, я скорее его рассматривал как безвинную жертву бытика, в котором его обходили и в прямом, и в переносном смысле. У него была полная атрофия профессорского величия. Он готов был спорить, как равный, с любым бойким мальчиком. Я не видывал никого проще его. Мне порой его хотелось защитить от других, непростых, мещан быта. Они видели в его простоте нечто, ронявшее его в их глазах, и хихикали за спиной у этого Сократа, а подчас идиогена девятнадцатого столетия. С уважением разговаривал он с полотером, с кухаркой, с извозчиком, о полотерной, кухарочей, извозчей жизни. Простые люди души в нем не чаяли. Николай Васильевич, наш барин, ведь вот человек, золотой. А тупицы пофыркивали. У профессора Бугаева, вероятно, старческое размягчение мозга, сказала однажды одна из интеллигентных тупиц. А в это время выходили его замечательные брошюры. Одна с другой читались прекрасные лекции и писалась глубокая статья по философии и математике. Но простота вершинного кругозора и ширь птичьего полета не принимались в быту. Старинная тема Сократа и Ксантипа. К Ксантипою быто заеден был он. Эту грубость к нему подмечал я у многих, как будто бы вовсе не грубых людей. Ими делались отцы, профессора, знакомые, ученики, друзья и родные. Мой идеологический фронт борьбы с отцами отца миновал. Я родился в октябре 1880 года. Отцу было уже 43 года. Год его рождения падает на год смерти Пушкина. В год смерти Лермонтова он прекрасно помнит себя осажденным лезгинами в маленькой крепостце близ душе-то, где он родился. Отец его, военный доктор, сосла Николаем Первым и, кажется, разжалованный, так попал из Москвы в Закавказье он, чтобы годами службы себе завоевывать положение. Храбрец и наездник он пользовался уважением среди врагов лезгин. Он их пользовал часто, когда подались в плен они. Он безнаказанно ездил один в горах. Враги, зная его, его не трогали. Выезжали порой к нему и выстреливали в воздух в знак мирных намерений. Первое детское воспоминание отца — гром орудий в крепостце, обложенный лезгинами. Семейству деда было огромно. Четыре сына, четыре дочери. Средств никаких. Позднее дед перебрался в Киев, где был главным врачом какого-то госпиталя. Под конец жизни с усилием выстроил он себе дом на Большой Владимирской, чуть ли не собственными руками. Здесь умер он от холеры, в один день с бабушкой. По сие время Киев — место встречи с родными, порой неизвестными. Мои четыре тети вышли здесь замуж. Одна за Кистяковского, брата профессора, другая за члена суда Жукова, третья за инспектора гимназии Ильишенко, четвертая за Арабажина, отца небезызвестного публициста, потом профессора Арабажина. Кавказ — трудная полоса жизни деда. Когда отцу минуло десять лет, его посадили впервые верхом и отправили по военно-грузинской дороге с попутчиком в Москву. Здесь устроили у надзирателя первой гимназии, в которой он стал учиться. Жизнь заброшенного ребенка у грубого надзирателя была ужасна. Ребенка били за неуспехи детей надзирателя, которых должен был готовить отец же, хотя они были ровесниками и соклассниками. Он молчал и шел первым, кончил золотой медалью. Вспоминая невзгоды, перенесенные им, он грустнел. Когда он перешел в пятый класс, то из письма деда понял, деду его содержать нелегко. Тотчас же пишет он, что дед прекрасно, обставлен уроками и в помощи не нуждается. С пятого класса он уроками зарабатывает себе оплату гимназии, пропитание и квартирный угол. В седьмом классе снимает он углу повара, в кухне под занавескую. В это время завязывается его знакомство с Жилинским, впоследствии генерал-лейтенантом, заведующим топографическим отделом в Туркестане. Второе знакомство, к нему приходит в гости гимназист первой гимназии, Стороженко, сын богатого помещика Полтавской губернии. Связь со Стороженкой продолжалась всю жизнь. Третий, товарищ отца по гимназии Попов, Впоследствии наш домашний доктор, лечивший отца до самой смерти. Уже впоследствии молодым человеком он сходится и одно время дружит с Ковалевским, С которым даже живет вместе в Париже. Стороженко. Ковалевские, думается мне, И были теми, кто с молоду втянул отца в круг литераторов и общественных деятелей эпохи 70-х годов. Одно время отец непременный член всяческих собраний и начинаний. Он волнуется организацией русской мысли, как личным делом. Громит учебный комитет. Он делается одним из учредителей общества распространения технических знаний. Состоит товарищем председателя учебного отдела его. Вносит речью своей бодрость в отдел, разгромленный правительством в 1875 году. Он спорит с Юрьевым. Он бывает и в леволиберальных, и в славянофильских кругах. В свое время он был близок с Янжулом, Стороженко, Иванюковым, Усовым, Алсуфьевыми, Алексеем Веселовским, которого он всячески соблазняет в свое время профессорскую карьерую. В то время Веселовский высказывал желание готовиться к опере. С Танеевыми, Бабарыкиными и так далее. Он хорошо был знаком с Николаем и Антоном Рубинштейнами, с композитором Серовым, с Писемским, Львом Толстым, историком Сергеем Соловьевым, с Троицким, Владимиром Соловьевым, с Герье, с Тургеневым, с Захарьиным, с Зерновым, с Клифосовским, Плевако, Борисом Чичериным, Рачинским и столькими другими, в то время видными деятелями Москвы. Мне мало известно его отношения с Рубинштейнами, Серовым, Тургеневым, Писемским, Григоровичем и другими деятелями искусства. Знаю, что на многих он производил сильнейшие впечатления. Петр Ильич Чайковский пишет в 1867 году брату. Познакомился недавно с очень интересным профессором Бугаевым, невероятно ученый и очень умный малый. На днях он до глубокой ночи говорил нам об астрономии. До такой степени мною овладел ужас, когда пришлось встретить истинно просвещенного человека. В воспоминаниях Чичерина последний с недоумением передает восторг Тургенева перед ораторскими способностями отца. Чичерин не понимает этих восхищений, отмечая неинтересность одной из речей отца, прочтенной по записке. Чичерин и не мог понять отца, ибо они Зенит и Надир. А что касается до записки, то отец всегда терял, когда схему речи записывал, он блистал импровизациями. И Тургенев, по словам Чичерина, метил его, тогда молодого ученого, в лидеры левой группы имчаемого парламента. Помню, как мать рассказывала, на юбилее Староженко отец так поразил речью Сумбатова-Южина, что он, не будучи лично знаком с матерью, подошел к ней представиться, чтобы выразить ей свое восхищение. Однажды на каком-то юбилейном собрании старики, военные инженеры-механики, после речи отца бросились его качать. В 1863 году, проживая в Берлине, он поразил воображение будущего инспектора Межевого института Рожкова горячностью своих речей в ресторанчике, где собирались молодые русские ученые, проживающие в Берлине, и так далее. Не ограничиваясь математикой, он с молодых лет усиленно самообразовывал себя. В своих воспоминаниях об отце Староженко пишет, что, будучи студентом-математиком, он часто появлялся на лекциях тогдашних любимцев молодежи Рулье, Кудрявцева, Буслаева и других. Придя с лекции домой, Николай Васильевич продолжал дело самообразования, изучая капитальные сочинения по философии, политической экономии, а когда хотел побаловать себя, то читал нараспев стихотворение. Его темперамент в те годы не знает пределы. Математика и не может он оградить себя в эти годы, и усиленно занимается философией, изучает пристально Канта, Гегеля, Лейбница, Лока, Юма. Становится одно время начетчиком позитивистов и комментатором Милли и Герберта Спенсера. Он силится одолеть юридическую науку своего времени и пристально следит за развитием французской и английской психологии, вплоть до самой смерти. Он даже изучает фортификацию и удивляет в дворянском клубе старожилов, уличив какого-то генерала-стратега, читающего доклад о ходе военных действий под Бородиным, в полном незнании действительного расположения войск. Он писал стихи, статьи. После смерти я нашел статью его об отцах и детях Тургенева. Сочинял текст-либретто для оперы «Будда», которым Серов, встретясь с Вагнером, сильно заинтересовал последнего. Он полемизировал в молодости под каким-то псевдонимом Сдероберти. И одновременно. Он все время крупно работал в математике и всю жизнь изучал классическую математическую литературу. Но в чистую математику углубился он не сразу. По оставлению при университете его он поступает в военно-инженерную академию, где слушает лекции Астроградского и едва не проходит всего курса наук. Но окончить академию ему не удалось. Он был исключен из какой-то разыгравшейся в Академии Истории на почве политической. Тогда он возвращается в университет и едет в ученую командировку, где два года работает, знакомясь с крупнейшими немецкими и французскими математиками. Слушал лекции Кумера, Верштрасса, Луи Вилля, Бертрана, Сере и других. Он всю жизнь переписывался с Лиу Виллем, Клейном, Пуанкаре и другими. В двух французских математических журналах он сотрудничал много лет. Он становится одним из основателей Московского математического общества и журнала «Математический вестник», председателем первого и редактором второго. Состоял он в ряде лет. Широта в нем пересекалась с глубиной, живость темперамента с углубленностью, потрясающая рассеянность с зоркостью. Но сочетание редко считаемых свойств разрывало его в чудака, и тут точка моего странного к нему приближения. Человек огромных знаний, ума, способностей, опыта имел и уязвимую пяту. Он мало знал экономическую литературу и не читал Маркса, к которому относился со сдержанным почтением, как относится к чему-то большому, опасному, маловедомому. С утопическим социализмом он был знаком, но отмечал его философскую невыдержанность. Но менее всего его удовлетворяла либеральная фраза для фразы, и тут начиналась в нем издавна критика его друзей и близких знакомых Чупрова, Виноградова, Муромцева, Строженко, Ковалевского. Сперва дружеская, потом довольно яростно, нападательная. В 70-х годах он еще с ними сливался, либерал, как они, позитивист, как они. Но с усложнением его философской позиции и с углублением в нем чисто математических интересов он не мог удовлетвориться их ходячей платформою. Особенно подчеркивал он в них философское пустозвонство и отсутствие твердой методологической базы. Некогда изучив логику и методологию эмпиризма на первоисточниках, он потом высмеивал в многих из былых друзей второсортность их верований и знакомство с логикой даже не из вторых, а из третьих, четвертых рук. Взгляда и нечто не мог выносить он. Ведь преодоление канонов позитивизма совершалось в отце в годах, упорной работой мысли, знакомством с источниками и, главное, собственным творчеством в точнейшей науке. А насколько были философски углублены его друзья, свидетельствует случай с профессором Стороженко, потрясший меня еще гимназиста. Когда при мне курсистка просила маститого профессора указать ей серьезную литературу по Канту, то он ответил ей «Прочтите статью Кореева, посвященную Канту в русской мысли. Лучшего резюме идеи Канта вы не найдете у самого Канта». Это сказать в эпоху, когда Канту была посвящена литература, неумещаемая в пяти шкафах. Я не кантянец вовсе, но все же привыкший к серьезным ответам. Отец только и делал, что предлагал к сведению моему списочки книг. На серьезный запрос внутренно так и ахнул, услышав от Стороженки такой курбет мысли, и, естественно, я поведал отцу, тоже не кантянцу, об удивлении меня охватившим. Тут он, не выдержав, со свирепой надсаду и заморгал на меня лукавыми глазками, точно собираясь чихнуть, и вдруг, забывшись, что я мальчонок, а Стороженко старик, а он поддерживал во мне уважение к старикам, он все это, забыв, с безнадежностью махнул рукой и огласил пространство просто стонущим плачем каким-то «Ах, да они, мой дружок, болтуны!». Стороженку любил он, со Стороженкой был связан десятилетие, не увидеть Николая Ильича месяц не мог он, и все отходил к Стороженкам, сражаться. Тут понял впервые я тот факт, что они болтуны, не заживающие, а мфортасово рано отца, потому что по человечеству он был к ним привязан. Ну и я мальчонку ж знал. Они болтуны. В этом вздохе подгляда отец, дед и сын, внук подавали друг другу руку против отцовского легкомысля. Видя отца, видя дяди, видя потом Валерия Брюсова, Элиса, я все себя спрашивал, что соединяет тайно при всем видимом разъединении этого старика-чудака, не пошедшего дальше Тургенева, с Брюсовым, с Элисом. И потом понял. Соединяет серьезность, соединяет факт все-таки грызения идеологических книг. Отец изгрыз Спенсера, Юма, Лейбница. Элис некогда изгрыз Маркса, Брюсов изгрыз Спинозу. Я в ту пору изгрыз Шопенгауэра и начал грызть Канта, а Стороженко и Алексей Веселовский ничего не грызли и не собирались грызть, и это-то вызывало в отце стон. Что общего? Лейбница, Анец, математик и оставивший Маркса проповедующий Бодлера символист Элис? А как они спорили? Сцепляли, схватывали друг друга за пиджаки, и отец, накричавший, сговаривал. Из всех твоих товарищей, Боренька, самый блестящий Лев Львович. Да, да, с блеск один. И даже Брюсов удостоился, а умное бестие этот Брюсов. Ведь, зная отца, я был должен сказать, что Брюсов, явившийся к нам на вечер и весь вечер прогрызшийся с Элисом Кабалинским, вопреки всему, чем-то пленил отца. Да и сам Брюсов на отца брюзжащий залебнется, сменяет гнев на милость. Бугаев опять говорил с точки зрения монодологии, мне это было мучительно. Брюсов в дневнике, страница 112. И потом, после Бугаев рассказывал о своих столкновениях с чертом, любопытно. Эти темы рассказов о черте уже относились к серии диких каламбуров отца. Отец, не веривший в черта, уличал его бытие в странных мифах, и Брюсов клюнул на них. Строженко не клюнул бы, про Строженко ни разу не слышал я от отца, что он умное бестие. Да-с, Николай Ильич, так сказать, и наступало стыдливо-неловкое молчание. Его вывод из критики Болтунов — отказ от критики и улет в пифагорейство, в беспартийный индивидуализм, в одном совпадающий с либералами, в другом с консерваторами, в третьем залетающий левее левых. Рычаг критики его — философия, социологическая база, которая была аритмологична. А проповедовал он, применяя сократический метод, и им прижимая к углу, чтобы водрузить над прижатым стяг монодологии. В университете действовал он одиночкой, не примыкая к группам — правым и левым. Отношения с студентами были хорошие, он декадентствовал множество лет, спорил с левыми, а левы его уважали. Не забуду, с какой сердечностью. Тимирязев читал ему адрес в день юбилея математического общества, ставшего его юбилеем. Многие его консервативные выкрики в спорах, объяснимы борьбой за допятовщины. От задопятовых мутило его, а на зубров сжимал кулаки. — Педераст! — слышался надтреснутый крик его, — а этот хам перед ним лакействует. — Педераст! — другого именования не было для великого князя Сергея. — Расшатывает мальчишка все, мальчишка Николай. — Позвольте, да это ерунда! — скричал на министра Делянова. И Делянов терпел. — С Бугаевым ничего не поделаешь. Лучше его обойти, а то шуму не оберешься. Множество лет посылали его председателям экзаменационной комиссии на государственные испытания. В Харьков, в Петербург, в Киев, в Одессу, в Казань. Ни одного инцидента. Студенты провожали на поезд приезжего председателя. Последний год председательствовал он в Москве на нашем экзамене. Тут я его изучил как председателем комиссии. Он был неподражаем. Другие являлись олимпийствовать и отсиживать нацепившие звезды. Он же являлся на экзамен первым. И тут же, подцепив студента, начинал с ним бродить, что-либо развивать. И так длилось до конца экзамена. Председательское место пустовало, и с кучки обступивших его студентов неслось. Натреснутые. Он был уже болен. — Стыдитесь, батюшка! — Идите-ка, тащите билет! — Не пойду, Николай Васильевич, не хочу срамиться. — А вы и осрамитесь! Не работали, а мужества срамиться нет? Ну что ж такого? — Осрамитесь, и кончено! И, взяв за рукав, он подтаскивал упирающегося к экзаменационному столу, подшучивая и взбадивая. Делалось как-то легко и просто. Тот, у кого душа ушла в пятки, тащил билет, отвечал кое-как. Председатель, выставив нос из кучки студентов, поднимал очки двумя пальцами, интересуясь судьбой его. — Ну, как-с? — выдержал. — Вот, видите? А вы говорите. И шел предовольный. И подмаршировывал, выпьтив живот, изложив за спину руки. И уж опять раздавалось. — У Спенсера! У Гельмгольца! — Позвольте-с! Новый студент с председателем спорили о механическом мировоззрении или о чем другом. После экзаменов он, подписав дипломы, умер. Сколько он спас от провала перед смертью! Ему прощалось многое. Горячие выкрики, парадоксы, даже мнения, идущие вразрез с веком. Знали — декант, чудак и добряк. Выручит в нужную минуту. Сперва накричит, напустит формализма. «Этот не от меня зависит!» А потом подбежит в канцелярию под шумок толкать дело студента. Знали его пункты и обходили их. Главный пункт — агенционная пропаганда основ эволюционной монадологии. Тезисы ее вырабатывались в десятилетиях. Свои философские воззрения Бугаев изложил в работе «Основные начала эволюционной монадологии. Вопросы философии и психологии. 1894 год. Книга 17. Страница из 26 по 44-ю», сформулировав их в виде 184 тезисов по образцу Лейбница. С первых лет детства я слышу имена. Фрэнсис Бэкон, Рид, Юн, Лок, Уэвель, Гамильтон, Спенсер, Миль, Бен и т.д. Эти-то имена и преодолевались, вывариваясь в аритмологии. Аритмологии Бугаев предложил назвать отдел математики, посвященный теории прерывных функций. В основе монадологии эти имена, вместе с именами Лагранжа, Лейбница, Эйлера, Коши, Абеля, казались китами, поддерживающими вселенную. Будучи с молоду пропитанным английским ампиризмом, косился на линию немецкого идеализма. С уважением отозвавшись о Канте, всегда приговаривал «Да, а пишешь туманно». Писать туманно не значит писать глубоко. Вот французы и англичане пишут изящно, легко, просто, не потому что плоский, а потому что выносили образ мысли. Немцы не выносили. Или Троицкий доказал. Канте основательно-таки стащил мысли Урида. Поэтому и ценился Троицкий не за мысли, а за проделанную работу, за изучение источников. Не считая себя спецом-философом, отец изучил скрупулезно линию английского ампиризма, и был он начетчиком в ней. «Почему не изложите вашей философии в книге?» – спрашивали отца. «Потому что мне надо написать не книгу, а четыре книги. А где взять время, ведь я математик». Но четыре ненаписанных книги он сжал в тезисы, и перечень тезисов, его брошюра «Основы эволюционной монадологии». Тезисы развивал он на спорах и с позитивистами, и с метафизиками, Трубецким, Лопатином, Гротом. У стороженок он схватывался с Иваном Ивановым, диким спорщиком, как отец. Не к стороженке он, собственно, шел, а к Иванову, с ним накричаться. И приходил раздовольный, сидел в большой нежности, так ни с того ни с сего, и улыбался тишайше себе и всему, что ни на есть. Грот и Лопатин ценили его как философа, но метафизики не удовлетворяли его. Они фактов науки не знаются. Он был истинно одинок. Истинно смеян, там именно, где начиналась в нем оригинальная глубина его. Глаз, пошлый глаз, вещатель общих дум, по словам Братыинского, поднимал над его одиночеством пошленькие хихики. Люди кончика языка в нем Сократа не видели. Вот как отразился отец в воспоминаниях Лениченко. Сборник «Живой Толстой», издание 1928 года, страница 371-372. Однажды в приемный день Николая Ильича, в числе гостей, пересидевших «Five o'clock» были, известный математик, мнивший себя философом, профессор Бугаев, какой-то прежний англичанин и я. Вскоре в кабинет вошел Лев Николаевич Толстой. Англичанин даже побледнел от восторга и весь насторожился, ожидая услышать пророческое слово поэта-философа. Не успел, однако, Лев Николаевич занять свое место, как Бугаев бросился к нему, и руками, и крикливым голосом, в пылу спора, доходившим до предельных нот сопрано, бегая по комнате, спеша и захлебываясь, начинает излагать Льву Николаевичу основные тезисы своей философии. Весь проникнутый философским задором, с философами ему всегда приходилось воевать. Бугаев и тут стал бороться с несуществующим противником. Лев Николаевич молча слушал философа. Тем не менее, Бугаев постоянно подбегал к нему с криком «Нет, позвольте, я вам докажу». Вижу ясно отца в этой сцене. И вижу профессоров Стороженко и Лениченко. Оба были в философском разреде люди хихика и того гласа, о котором сказал Боротынский. Глаз, пошлый глас, вещатель общих дум. И уж, конечно, отец со всей смешнотой его явлений был именно непонятым Сократом среди таких слушателей. Толстого я, разумеется, исключаю. Я знаю, Толстой именно на иные ноты монодологии откликался сочувственно, как откликали сочувственно и Лопатин, и Грот, и Троицкий, не полагавшие, что отец мнит философом себя, ибо он был философ воистину. Читая этот тон скандачка, вспоминаю невольно отца. А не болтуныс на болтунов, и кричал он, подбегая к Толстому, а не на Толстого. Да-да, пришел, доказал, все объяснил. Так однажды резюмировал Стороженко, садя за обед спор отца, только что бывшего здесь с кем-то. Почтенный профессор упустил из виду, что неудобно отзываться об отце при рядом с ним сидящем сыне, уже старшекласснике. Сын слышал спор, и сын видел. Иронизирующий Стороженко весь спор промолчал и веского своего мнения не высказал. Стороженко всегда избегал рискованных тем для него. Почему же в спину доверчиво всем доказывавшему отцу эти шутки? Противопоставил бы свое веское слово, такого не было. Что мог он противопоставить? Он был позитивист на кончике языка, знакомый с собственной идеологией, разве по компиляциям. Отец изучил идеологию Стороженки в первоисточниках. В годах, в годах ее штрих за штрихом поправлял данными точной науки и данными оригинальнейшей гносеологии. Первой у Стороженки не было. Второй была Кант по Корееву. А? Приходил и смолча терпеть ужасный факт. Печенегом ворвался Бугаев, все доказал, объяснил и ушел. И это не смешно для отца, а плачевно для Стороженки. А маски, свящатели общих дум очень любил срывать мой отец. Но эта черта фамильная. Все Бугаевы — спорщики, срыватели масок. Такие смешные. Приходят, машут руками. Вот только почему-то все молчат, не возражают. Подбегающий, машущий на толстого Бугаев старик. Одна картина. А вот как меня характеризует Илья Эренбург. Илья Эренбург читает и, читая, руками машет. И порою белый кажется великолепным клоуном. Эренбург. Портреты русских поэтов. Из этого моего вида Эренбург делает горько-лесные выводы о моей смешной исключительности. Я должен разочаровать Эренбурга, отблагодарив его за то, что смешные жесты мои мне поданы с линниченковским подхихиком в том, что видит Эренбург во мне, как вершинность, смешная в долинах, самая эмпирическая, фамильная черта, все Бугаевы такие, сын, отец, дядя. И я знаю прекрасно свои смешные стороны. Знал их и отец, и прекрасно видел, как смеялись над ним. Когда смех этот был добродушен, он сам принимался смеяться, но и злой хихик чуял он. Я жесточался. Впрочем, был отходчив. Он часто слышал «У староженки все основано на позе, скажет и забегает глазками по сторонам, наблюдая за впечатлением». Отец обрывал «Оставь, знаешь ли, добряк, хохол, хлебосол, у каждого свое». И сидел в большой нежности, и пленительно улыбался на нас. Остранитель быта Отец первый мне встретившийся идеологический спутник, поведший меня по годам, к рубежу двух столетий. Позднее мне связался со сказкою Андерсона, и сказка-то спутник. В годах представлялось, отец, получив указание, где-то что делать, пройдя по векам напрямик, перерезав большую дорогу, появился звониться к нам в комнаты с очень набитым портфелем, набитым заветами, ныне невидимо служит и тайно всем нам образует. Крещённый Китаец, страница 216. «Большая дорога. История мира. Арбат. Но история, свёртывая через Арбатскую площадь, воздвиженку и маховую, начало берёт в заседании правления университета, где было всё создано, мир, Арбат, мы и прочее». Отец представлялся двуликим. Одной стороной бытия заседает он, и в результате бытийствует мир. Другой стороной сидит в малой клетке этого мира, в квартире у нас. Его все гоняют из комнаты в комнату, за математику. Он математикой это мешает нам жить, и конфузится сам, неприличью жизни такой. Кто живёт с друзьями, кто с родственниками, кто с женой, а отец с математикой. Противоречие в осознавании отца углублялось действительно противоречием в нём жившем. Меж чувством и мыслью, с одной стороны, и меж волей. Нежнейшие чувства, душа как мимоза, нежнее, отзывчивее, не встречал человека, услышит, что кто-то горюет, спешит утешать, возвышать. Нет жизни, бывало печалится тётя. Да полноти! И начинает теперь из него погрохатывать выливнем слов, и зажигала закаты, выхватывала на себя уверение в том, что достоинство, да, человека, огромно, смотрите, бодрее. И, раскидавшись ладонями, он собирал материал переплаканных слов, превращая его в бирюзовые ливни, в перловые ясности, духом исходит на нас, на паркеты квартиры, напоминая Сократа пред ядом. Крещеный китаец, страница 208. Умел он превзбадривать, видом свиреп, а услышит, как кто-нибудь песню поёт умилиться, и сам любил он откровенную песенку «Стонет сизый голубочек», услышит, сияет улыбкой пленительной. Мысли. Он в мыслях взворачивал самое представление о связи наук, и порой меня, декадента, сражал он полётами, смелостью, дерзостью математических выводов к жизни приложенных, выскажет, и вдруг припустится мысль «остранять в каламбуреще». Передавали. За ужином у Усова раз при Толстом он пустился в гротески. Толстой оценил чрезвычайно один из них за художественность. Художеством, знаю я, более заинтересовались бы Брюсов и Маяковский, чем профессора. Художество это преследовалось у нас в доме. Кухаркам-извозчикам нёс своё творчество неоценённый мифолог. Извозчики в чайнах передавали друг другу словечки отца, и известностью приорбатских извозчиков очень гордился он. Стиль каламбуров, лесков, доведённый до бреда, до декадентства. Иными из них я воспользовался, как художник, ввернув их в симфонии и в Петербург. Да, но стоило отцу открыть рот, как мать прерывала его. Вы опять за своё? Не любо, не слушай, а врать не мешай, отзывался он, что-нибудь высказав, с очень довольным, хотя виноватым, стыдливым, слегка перепуганным даже лицом, себя сдерживая. Не сдержавшись, сорвавшись салфетку с себя, каламбуры слагались им за обедом, он нёсся на кухню, где был он свободен от нашей цензуры, и, бухнув гротеском предкухонную плитою, он с хохотом, полуприплясывая и полуподмаршовывая, мотал головой сверху вниз и крахмалами, кракал, к столу возвращаясь, чтобы подвергнуться действительному обстрелу глаз матери. Это потребность к чудовищностям органический зуд, выраставший из вечного сопоставления оригинальных и новых мыслей о мире и жизни с бытиком. Мысли такие расплющивающим из среды, куда вырваться. Он в ней, как узник, до самой смерти сидел пребеспомощно, сидел со страхом, и страх атрофировал в нем революционере сознание самую мысль об замене иною средою среды, окружавшей нас. Ведь ее представители сливки Москвы не к извозчикам же бежать в чайные, в том-то и делай, что, может, следовало б бежать, пусть хоть в чайную. Но до этого отец не дошел. Воли к новому быту в нем не было, отдавался он бытику не из любви, а из страха, проштрафиться и быть наказанным Марии Ивановны Лисковской, не говоря уж о нагонях от мамы. И он изживал в каламбурах стремление к не как полагается, следуя в бытии каноном, с усилием невероятным. Такого усилия быть, как и все, я ни в ком не встречал, всем легко-то давалось, а у отца это быть, как все, интегрировалось с непомерным трудом, с угловатостью, вызывающий хохот у всех, он проделывал все бытовые каноны. Ины из профессоров, как подметил я, будучи тоже свободными в мыслях от тех бытовых предрассудков, в которых мы жили, все силились, как и отец, уравнять себя средней линией, и выпирали. Смешными казались, отец был смешнее их всех. Кто выравнивал фланг бытовой? В первую очередь выравнивала профессорша. Много я типов видал, в многих бытах я жил, но такого ужасного, тусклого, неинтересного быта, какой водворила профессорша восьмидесятых годов, я, бежавший давно от профессорш, могу смело сказать, не видывал я второго такого быта. Купцы, офицеры, художники, революционеры, рабочие, крестьяне, попы, жили красочней среднего профессора и средней профессорши. Ни у кого, как у всех, не блюло с такой твердостью, ни у кого отступление от как у всех не каралось такой утонченной жестокостью, я на себе испытал ту жестокость. И думал я, что склероз, выражавший всех, так ужасно имел объяснение в том ложном мнении, что мы соль земли. Стало быть, как у всех, означало для нас, как у Янжулов, у Строженок, у Бабынина, у Млодзиевских. Возьмите в отдельности каждого имя в науке, заслуги, незаурядная личность, и, стало быть, сумма имен, сумма всех преимуществ над прочими. Вовсе не видели. Целая еще не сумма. В сложении славных имен упускалось из виду, что славная славной личности изливалась в лекции, в книги, и туда именно улетучивалась. А усталый и вовсе не славный остаток под формой профессора, выведенного профессорши из кабинета, являл собой мягкую глину, лепимую пальцами данной профессорши по канонам ариопага профессорш. Такое лепление превращало остатки действительной лепоты и в пренелепое что-то. Остатки огня, непредвзятости, революционных стремлений в профессоре, простите за выражение, выносились в уборную и утекали по водосточной трубе от достойной квартиры к полям урошения. При таком своеобразном сложении складывались мужи не славные и вовсе. Говорился не о Янжуле, выявившем себя в книгах, а говорился о Янжулах, а Янжул не Янжулы, Янжулы значит пыль Янжулова стола плюс мамаша жены Янжула плюс мадам Янжул плюс я не знаю кто и что и минус все ценное в Янжуле. В принципе такого сложения сумма славных имен равняла сумме всего неславного в них, спрессованного, законсервированного как канон нерушимый. Профессор сидел, заключенный в своем кабинете профессоршей, за него тарахтящей. В гостиной она тарахтела, он глупо мычал и потерянно улыбался. Наслышался я лепетаний, парок, ужасно оно. Но ужаснее всего парки жили, осуществляя отбор самых злых, самых парочных парок. В результате отбора вынашивалась тиранша, которой вручала совласть, неограниченная и тупая над данным участком славнейшего города солнца университет город солнц. Такую тираншу, например, была так, кого я называл в ряде лет мамой крестной. Ее наезды к нам в дом были жуткой ревизией быта. Я к ней возвращусь. Ее очень боялся отец. Непонятно, что чтил. Моя мать не раз плакала из-за нее и порой ненавидела, хотя чтила. Столь разные во всех проявлениях родители одинаково чтили Лесковскую. За что ее чтили? Не спрашивайте, не они ее чтили, а что-то в них чтило ее. То, что чтило, глухое, непрошибаемое подсознание, руководимое инстинктами слепого страха. Неславная честь, честь моральной нагайки. Закупоренный в проявлениях жизни, средой и квартирую, собственной мрачной иронией каламбурич горел мой отец, каламбурами уничтожая нещадно все то, перед чем он склонялся в своем брянном облике. Да, каламбуры отдушина, и в нее улетали поры живом мысли. Вот почему мне бывало от них страшновато. Они не развеивали перепугов моих, о которых скажу, перепугов от быта, от старой профессорши, от математиков, от крестной мамы, скорее каламбуру увенчивали перепуг, доводя его до бредовых фантастических форм уже. Мое, так сказать, вылезание в действительность из мифосказок, испуганное вылезание в нечто, что, падая прессом, расплющивало до конца передо мною стоял ряд канонов и страшный канон, как у всех. Он давил не меня одного, он давил мою мать, в нем отец ходил, как деформированный. В эти именно первые миги сознания сколькие бореньки, сколькие танечки, из возраставших вокруг меня делались рабами на всю свою жизнь. С непроявленным ясно, но видным теперь мне инстинктом здоровья утаивать стал я в канонах какую-то точку свободы к себе, ощущая в подполье ее. У кого это и не было точки, тот делался раб еще до представления о том, что есть рабство, а тот, кто имел ее, мучился, чувствуя, что конспиратор он. Конспирация, правость бунта, все это потом приходило в сознании, как мысль, но иметь в себе бунт, конспирацию и жить в подполье, не зная, что действия жизни такое означают благое спасение в будущем, просто ужасно. Живешь, ощущая преступность свою, без вины виноватость, как выросший рог, его надо утаивать. Лоб мой таким вышел рогом, большим, неприличным, и мама бронилась за лоб, закрывала кудрями, а я, совершивший ужасное преступление лба, содрогался, таился и чтил это все, что у нас весьма чтилось, но чувствовал, что почитание мое мне постыло, постыло и чтение. Я поступал как отец, он и чтил, как у всех, разрушая гротесками чтение свое, но так чтить не мог долго я, я перестал чтить, но делал вид, почитаю. Это насилие рождало во мне противодействие страшной силы, и я стал взрывать уже гимназистом, но раньше еще я попробовал подражать отцу, стал я пробовать пороть дичь, как и он. Испугался он, что это Боренька право, какое затеял, и я прикусил язычок, но запомнил, он сам порол дичь, его дичь каламбуров над бытом блестяще бывало, но рано уже ощутил я всю едкость трагедии в ней, и позднее, когда декадентом я стал, то заимствовал у отца каламбур, но остранил его в бреды симфонии. Остранение такое есть передача моих восприятий его каламбуров. Передавали поморы, что подплывал кит к берегу Мурмана, спросил любопытный кит глухого помора, как здоровье Рюрика, и на недоумение глухого старика добавил, лет с тысячу тому назад я подплывал к этому берегу, у вас царствовал Рюрик в ту пору. Симфония это колобур отца и тут же рядом. Тогда же чины полиции поймали протыкателя старух, он ораторствовал нас много в симфонии. Это уж навеянное стилем каламбуров отца. А вот итог каламбуров в моем восприятии. Все спали, иные спали безобразно скорчившись, иные разину в рты, иные храпели, иные казались мертвыми, все спали, в палате для душевно больных, спали на одинаковых правах со здоровыми. симфония. Сумма каламбуров плюс сумма почитаний того, над чем строились каламбуры, давно еще в ребенке подытоживалась фразой о сумасшедших, спящих на одинаковых правах со здоровыми. Безумие и здоровье средним нашего быта мне подытожилось в мертвый сон. Отец, прочитавший симфонию, не мог не ужаснуться ею, но он ужас свой от меня скрыл и вернул книгу, сделанно бодрым, прочелся. Кобылинский Элис, в те дни, часто у нас бывавший и многоговоривший с отцом вдвоем, уже потом, по смерти отца, мне рассказывал, как отец, задыхаясь, взял его за ворот пиджака и не без лукавства выкрикнул, а у Бореньки в книге есть эткая наблюдательность. Если в этом сквозь недоумение и признание, в нем шевельнулось нечто от прочтения моей симфонии так от притяжения к каламбурному стилю иных из ее сцен, а этот стиль за вычетом разных литературных влияний отцовский стиль, он как будто до Виктора Шкловского открыл принцип сознательного остранения и остранял, остранял, остранял всю жизнь, жизнь в круг себя, жизнь, в которую был заключен он. Критики действительности под форму каламбура в отце не видели мать профессора, да и он сам. Он возбуждал порой хохоту матери, профессоров, меня, у себя самого, и отсюда легенда о нем, что чудак, но все математики чудаки, и вставал математик передо мной в первых днях детства. Математики Математики наибольшие революционеры в сфере абстракции, они оказывались наиплотнейшими бытовиками, что на моем языке значило скучными людьми, лишенными воображения в практической жизни. Быть жизнью берется математикам вполне на прокат, как мебель черт знает каковского стиля, было бы на чем сидеть, рюс так рюс, ампир так ампир, кто в самом деле глядит на мебель, ее ощущают той частью тела, которая противопоставлена голове, быт, как ощущение задних частей туловища, противопоставленных интегралу, вот, вероятно, почему математик так скучен в быту, ну, кто бывает весел в отхожем месте. Кое-как расставив тяжелые мебели быта, математики усаживаются на них, вычислять безо всякого представления, что мебель проветриваема и выколачиваема, непроветренный быт. Если у Анны и Ивановны собираются по средам, а у Ивана Ивановича по четвергам, у Матвея и Ивановича соберутся, будь уверена, в пятницу, пятница же, следующий порядку день, а и как же иначе? Если у Анны и Ивановны подают бутерброды с сыром, а у Ивана Ивановича с ветчиной, у Матвея и Иоаннча одна вторая бутербродов будет с сыром, одна вторая с ветчиной и никогда с икрой, на каком основании? Итак, тридцать лет, безо всякого изменения. Умопомрачительные скачки мысли над иррациональным «и», а точка над «и» или «жизнь» ставится в виде бутерброда с сыром. Вне математики разговоры присыпочка тощая к бутерброду с сухому. Если у Анны и Ивановны обсуждают мебель квартиры Ивана Ивановича, а у Ивана Ивановича обсуждают мебель квартиры Анны и Ивановны, то дело ясное, тема журфиксной беседы Матвея Ивановича «Математика» определилась на тридцать лет с тем отличием, что будет выбрана изо всех разговоров общейшим». Неизменяемая и преснейшая математики обобщители и будьте уверены, что лозунг квартиры профессорской как у других доведенными до совершенства. Разумеется, всюду есть исключения. Есть в математике выявляющие в быте таланты, хотя бы мой отец, бедные математики. Описаны мною черта от растерянности, от рассеянности и перевлеченности внимания. Безумью полетов отдана голова от носа до чела. О жизни отдано все то в теле, что противопоставлено голове. Математик в науке человек с наибольшую солью, человек с перцем, математик в быте веря, но перепутав ориентацию головы и ноги, думают, что подножный быт их, держащий интегральное выражение всех революций сознания, которым они так беспомощно отданы. Дело в том, что фантазия математической мысли давно превзошла все фантазии, и что в фантазии этой они твердо зажили, как мы в быту. Так что быт с его лозунгами, как у всех, для них выглядит, может быть, наиболее недостижимый и этим влекущий фантазии. Действительность икосаэдра, разрешение в ней уравнение, и Анна Ивановна, ставящий бутербродик на стол, это ли не предел фантазии? И увидавший сухой бутербродик, пред ним математик усаживается, чтоб переживать панораму его, как вполне исключительное обстоятельство, переживает, молчит и для вида отделывается словами о том, что погода прекрасна. Нам скучно с ним. О, сколько я видел их, всяких, и чистых, и прикладных, и сперва показались мне жуткими их фигуры, особенно при воспоминании о том, что мама боится, придет математик похитить меня от нее, чтобы сделать вторым математиком. Смутно в детстве мелькнули серые, бородатые, сонные, немногословные, на меня нуль внимания, академики Сонин и Мшенецкий, Бредихин и Цингер. Огромные, что-то глухое, седое, войдет и воссядет, и мама боится, и я. Отец, эдак и так, человек был живой, математик не двигается, еле губы шевелятся, только блистают очки, и Мшенецкий бойчея, а вот Дубяга, казанский профессор, декан, тот внушал просто ужас. И почему-то казалось, что есть математик, который его превосходит огромным умением создавать угнетающую атмосферу, долбня. Я Дубяга боялся, но думал, еще то цветочки, а вот как приедет долбня. Всем конец, но долбня не приехал. Ходил некогда Павел Алексеевич Некрасов, оставленный при университете отцом. В молодости он видом был вылитый поэт Некрасов, но с очень болезненным видом, худой, с грудью впалую. К дням профессуры он не поздоровел, но пристранно разбрюзг, стал одутловатый и желтый, напоминал какую-то помесь китайца с хунхузом. Отец про него говорил, что он некогда был недурным математиком. Он позднее пошел в гору как ректор, в эту пору отец стал помалкивать, и Павел Андреевич уже не произносил и с им ласково. Другие бывало «А, Павел Алексеевич!» Отец встанет, пройдет в кабинет. В детстве помню доцентом его туберкулезным и кашляющим, и скорбящим на что-то и красным весьма. Меня брали на елку к Некрасовым, нас посещали Некрасовы, но сколько не вслушивался ни одной яркой мысли, ни взлетного слова, тугое, крутое, весьма хрепловатое и весьма грубоватое слово его. Вот профессор Андреев, опять-таки ученик отца, говорили, весьма остроумен, но видел я нос, очень красный, и зубы гнилые, показываемые из длинной и рыжей весьма бороды, что он криво смеется и заметил, а что говорит остроумно, припоминаю, нет, словно не говорил ничего. Вот во всем соглашающийся, грубо-ласковый, профессор Алексеев, и опять-таки в сознании моем табула раса. А вот Селиванов, придет, никакого прока, резинку жевать, интереснее, чем слушать жов его рта. Вот Егоров, профессор впоследствии, это стерлядка, нос стерлядью, чернобороденьким, помню его, глаза острые, умные и любят музыку, видно, что умный, а как к нам придет, сядет предотцом и уставится носом стерляжьем, нет, видно, такой ритуал, что, когда математик приходит к отцу, то приходит молчать. В детстве сложилось во мне убеждение, в Киеве есть математик Буян, Ермаков, борода Черномора, и все-то воюет, кричит, я все ждал, он приедет кричать, не приехал. А в Москве математики тихие, многих я видел в дни детства, и самыми незабываемыми, не зацепившимися за память стоят математики, сколькие перебывали у нас, а, 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 хоть шаром покати, с очень многими профессорами впоследствии спорить хотелось, они оцарапывали хотя бы сознание, а математики не оцарапали ничем и ничем не погладили. Забавнее других мне казался профессор Бобынин. Позднее я оценил обстоятельные и интересно написанные умные его статьи по истории математики, человек с пером, с даром, с талантом, а... а как он выглядел? Стыдно признаться, что в девяностых годах вместе с мамою, тетью, гувернанткой, прислугою, считал я Бобынина за идиота какого-то. В присутствии Бобынина засыпают мухи, всегда говорила мама, и я был уверен, что это есть факт. Да, скучнейший человек в Москве, признавался стыдливый отец и всегда прибавлял, он почтеннейший труд, написал. В продолжении лет пятнадцати слышал я, пришел Бобынин, что делать, или сидит Бобынин, просидит часов десять. Когда приходил на журфикс, не пугал. Такой кроткий, седой, улыбающийся, он, тишайший, сидел себе в кресле, сложив на животе руки и палец, вращая в круг пальца, кивал, улыбался, порой и не кстати совсем, и потом начинал клевать носом, придремывать, и, пробуждаясь от смеха, от громкого голоса, он с перепугу, что сон его видели, очень усиленно в такт разговора кивал, и все знали, Бобынин, и, стало быть, так полагается, пусть его, пусть. Но он имел смелость порою зайти невзначай. Хоть нечасто являлся, а все же являлся, не было никакой возможности извлечь слово из уст этого седобородого и препочтенного мужа. Глаза голубели кратчайшие, улыбка добрейшая, почти простительное, освещало его лицо, голова начинала кивать, палец бегал в круг пальца, слова не являлись из уст, садился, наступало тягостное молчание, во время которого начинал он придремывать, придет до завтрака, знали, отзавтракает, отобедает, и чего доброго пересидит чай вечерний. Скушен как Бобынин, техническое выражение у нас. И отец, защищавший всегда математиков, лишь похохатывал и разводил руками, и даже придумал он способы удаления Бобынина, и применял их лет к двадцать. Отец, такой гостеприимный хозяин, по отношению лишь к одному Бобынину, применял этот способ с такой незатейливой простотой, с какой пробку откупыривают. Щелк, где пробка? сидит Бобынин, раз-раз, нет Бобынина. С лукавым прикряхтом и с потиранием рук начинал он похаживать точно кот в круг Бобынина. Так-с, очень рад-с, и лукаво он втягивал воздух губами, вс-с, и уже влетал он в переднюю, почистите сюртучок-с. Нарочно громко, чтоб слышал Бобынин, что он собирается из дому на заседание, влетал, и часы вынимал, и держал их нарочно в руке пред уже зазыпавшим Бобынином, давший поспать мэтк с полчаса, для того и часы вынимались, отец любил делать все точно при помощи меры весов, мой отец восклицал, ну-с, мне пораз по делу. И вовсе не давший опомниться Бобынину, способному остаться в кресле без папы, Бобынина под руку взяв, вынимал его ловко из кресла, подшаркивая и подпрыгивая, точно кошка с попавшейся мышкой с Бобыниным несся в переднюю, он и старик добродушно кивал головою и палец в круг пальца вращал. Вылетали на лестницу вместе, стремглав, отец скатывался горошком по лестнице и тяжко запыхавшись падал Бобынин за ним со ступеней. Вывлекши Бобынина, мой отец безапелляционно показывал на Арбат, но с вам суда, и потом указывал на денежный переулок, а мне суда-с. И стремительно бросив Бобынина, он влетал к нам на двор через денежный и появлялся из черного хода в столовой. Ну, вот-с. Мертвец раздавалась по адресу Бобынина безапелляционная резолюция матери. Шурик, оставь, он ведь умница, человек прекрасный, почтенный ученый. А зачем же он ходит к нам в гости дремать? Он, знаешь ли, устанет и ищет рассеяние, он, Шурик, не какой-нибудь светский шаркун, и шарк вычислять в кабинетик. Я аж бывал в совершенном восторге от техники извлечения Бобынина. Мой отец оперировал с ним, как лакей ресторанный, откупоривающий бутылку с пробкой. Решительно, но и гуманно. Сперва даст поспать полчаса и следит по часам. Двадцать пять минут прошло, нельзя трогать Бобынина, тридцать прошло, нет Бобынина. Бедный Бобынин, не раз извлеченный, являлся, хотя и нечасто, опять извлекаться. Большое чело, седина, безобидная кротость больших голубых водянистых глаз, детская очень улыбка, все это внушало мне жалость, как будто бы жест молчаливого явления его говорил, я, я, я ничего, я на все согласен, я сяду вот тут, буду слушать, но уж не спрашивайте ни о чем меня и не гоните. Умер отец. Не являлся Бобынин. Наткнувшись на статью о египетской математике, после уж я подумал, это Бобынин писал, тот Бобынин, да он, он умница, вот что делал наш быт с математиками. Совсем иным в днях детства и отрочества отпечатлелся мне другой математик, Болеслав Корнелевич Млодзиевский. Почему-то я вижу его в паре с Умовым. С Умовым, о котором я буду говорить, как о своем профессоре, весьма талантливый человек и, как Умов, умница, но с умом иначе поставленным, Болеслав Корнелевич занимал меня. Я его помню доцентом, потом экстраординарным и ординарным профессором. Прекрасный лектор, преподаватель ряда высших учебных заведений, не чужды весьма философии, даже способный заглядываться в сферу искусства, он кое-что в нем понимал. Более от ума, чем от чувства, и он хрохорился. Умов садился в кресло опочевать в созерцании физических космосов, Млодзиевский, вскипая из кресла, соскакивал с кресла и начинал вертеться волчком. Умов торжественно выступал в буднях быта, а Млодзиевский, вертяса, задевался о косности, и, сдавая особый жуж, жуж волчка, был вертуном непоседы. Его огромная голова с огромным лбом, продолжавшимся в лысину, увенчивалась дыбами, торчавшими перпендикулярно к плоскости черепа. Маленькая оборотка дрожала, золотые очки сверкали. Увидав эту огромную голову, трудно было предположить, что она сидит на худом и крохотном тельце, соединяя с ним тонкую шею, и голова заваливалась назад, и, завалившись, вертела, соглядываясь беспокойно, с лихорадочно горящими глазками на бледненьком личике. Иногда Млодзиевский, вдруг нагнув низко лоб, его взмарщивал, производя впечатление бычка, готового к бою, а нервно-бесцветные губки дрожали обиженно. Верхняя часть лица метала и грома, и молнии нижняя плакала. Он не ходил, а носился, вертясь и припрыгивая, гордо выпьетив грудку, отбросивши голову. Если умов входил, как на цыпочках, в быт, чтоб его не расплющить, в пространствах космических вовсе иные масштабы, то в быт Млодзиевский влетал со всех ног и жужжал, и толкался о косности, можно было бы думать, что нес революцию в быт. Все ж сводилось к поправочке, к маленькой, к перестановке малюсенького предмета, и маленький, но удаленький профессорок колотился без про-ко, а прочные кресла, и ничего не расстраивал, много шуму из ничего. Когда умов из кресла гласил свое, как поживаете, вздрагивали, не несет илькомета на нас. Младзиевский волчком тарахтел, сыпал двойками, проявлял придирчивость на экзаменах, и даже казалось, что он колеблет устои пепельницы на столе, не устои стола, шум на заседании, к двойке студентам и вся революция. Он что-то видел сквозь быт, это стало мне ясно позднее, и вздрагивал от драмы Ипсона. Встретись с ним на «Когда мы мертвы и пробуждаемся», я не узнал его. Он не жужжал, обледнел и выпячивал свою очень задрожавшую губку, готовый расплакаться. «А-а!» он воскликнул, увидевши мать. «Вам нравится?» Четвертый раз вижу. Ипсен его укладывал в лоск. Я, хотя студент, но уже старинный ипсенист к тому времени, не переживал, вероятно, и одной третьей волнения Младеевского. Казалось, что перед виденной драмой он сотрясался, как годовалый младенец, которому неполезно стало мощное впечатление, которого надо скорее, снявшись с кресла, запеленать, отвезти домой, уложить в постельку, чтобы он, отоспавшись к утру, бы мог возвратиться к профессорским функциям, двойками сыпать, жужжать. Умов тот мог бы по-ипсоновски взять палку и пойти на вершину как Боркман, как Рубик, как Брант. Младеевскому же виды на горы весьма были вредны. Хотя он устраивал революцию пепельниц на столе у нас, надо его было порою усаживать в твердость профессорских кресел, в которых таки он уселся до просидения ям, потому что и в них тарахтел, но тарахты его революции не делали. Что ж, превосходный научный работник, прекраснейший лектор, весьма образован. Огромная принадменно закинутая голова, недовольная всем, и весьма миниатюрные тельцы. Голова перерастала быт, тельца недорастала. И большой головой, головою одной прожужжал он по жизни из кресла профессорского, ножки достигали до пола, едва на него он вскарабкался. Что он карабкался, мне стало ясно из нескольких дней, проведенных в дороге с ним. Мы, едучи в Париж, встретились с Младзиевским на вокзале в Москве, он ехал в Берлин, и мы проживали в одной гостинице, рядом, в Берлине. Жена его, красная очень, грудастая очень, губастая очень, такой же сынок. Младзиевский в вагоне сидел, как ребенок, и, глядя на груди профессорши, можно бы было дойти и до мысли такой, вот кто мог бы грудями его откормить. Всю дорогу вертелся он, схватываясь за карманы и поднимая волну беспокойств за волной, и жужжал, и стинал, где билеты, не сходим ли с рельс, паспорта ли в исправности. В Берлине же те перепыхи увеличились и осложнились с гонором и беспокойством. Из трепыхов семейно-вагонного быта стали они перепыхами себя не унизить во мнении берлинских коллег. Едва вынули его из вагона, как из лукошка цыпленка, как он, оперяса, стал бегать по улицам с принадменно закинутой головою громадной своей, наслаждаясь рассказами нам и семье, как его принимали и как называли его не хер-доктором, как при недавнем наезде, а хер-профессором, мне стало ясно, действительно, стоило многих усилий ему оказаться в том кресле, с которого он под влиянием Ипсона мог же упасть и разбиться. Так Юрк, Фырк и Жуш Младзиевского умницы на косность быта вокруг имели значимость ли в приусловии солидной подставки, того же все быта. От жизненных встреч и внимательного изучения жестов профессора мне отложился он мыслью о том, что и большие головы при малых телах не могли сдвинуть косности. Небольшие мысли тут нужны были, большие дела. Другой образ встает, подаваемый памятью с математиками, не математик, а физик, окончивший математический факультет с математическую выправкою, называющий себя учеником отца, хотя был по возрасту близким отцу, Николай Алексеевич Умов. Мне он особенно удивителен сочетанием блеска, ума, прекраснейших душевных качеств и скуки. Доковори акции Умова на быт, как на лакмусовую бумажку, сунь одних людей в этот быт, и человек окрасится в красный цвет холерически развиваемых интересов к быту, затрепыхается в нем, как воробей в пыли, тем хуже для него, являя интересное и нескучное зрелище, но неприятное зрелище. Другой человек сунь его в этот быт, окрасится интенсивно синей скукой. Интересный в статьях Бабынин реагировал на быт потрясающий скукую, развиваемый им, Младзиевский развивал перепыхи, Бабынин мне симпатичнее. Умов был тоже скучен при разгляде издали, а таким разглядом были мне его псищения нас, разговоры его с моей матерью и так далее. По существу он живая умница, интереснейший человек, глубокий ученый, философ, чутких красоте, общественный деятель, как то он волновался проблемами демократизации знаний, читал физику и медикам и агрономам, живо действовал в комиссии по реформе средней школы в 1898 году. Не ограничиваясь публичными речами, прекрасными по форме, глубокими по содержанию, он печатал статьи в журналах и газетах, организовывал и двигал общество содействия опытных наук имени Леденцова, болел студенческими волнениями и в эпоху Кассова он демонстративно ушел из университета. Друг и постоянный собеседник Мечникова в бытность последнего в Одессе и Сеченова, разумеется, он не был скушен. Он казался таким мне в условиях быта, где ему предлагалось не блистать афоризмами, а говорить так, как у нас, говорят. Пресловутые у нас деформировало мне мои детские представления о впоследствии столь любимом профессоре. Но даже в скуке в нем было нечто монументальное. Не просто скуку он выявлял, а саму, так сказать, энтропию, мировое рассеяние энергии. Но это скука получала и объяснение, и раскрытие, когда Николай Алексеевич всходил на кафедру, сверкать умом, жизнью, блеском, срывать голубой покров неба и показывать коперниканскую пустоту в величавых жестах и величавых афоризмах, которые он не выговаривал, а напевно изрекал, простершие руки и ставив перед нами то мысль Томпсона, то мысль Максвелла, то свою собственную. На часах Вселенной ударит полночь, пауза, тогда начнется час первый, или мы, сыны светозарного эфира, или ньютоново представление силы, описало магический круг вокруг атома. Он любил пышные сне фразы, а углубленные мысли, которые долго подбирал образ, и образы его были крылаты. Он ширял на них, и ставились они перед сознанием нашим всегда неожиданно при демонстрации очень помпезно обставленного опыта. Он любил помпу в хорошем смысле и поражал наше студенческое воображение. Никогда не забуду, как однажды по взмаху его руки, упали все занавески в физической аудитории. Мы остались во мраке. Вспыхнул луч проекционного фонаря, с потолка спустилась веревка с гирью, которую раскачали тут же, и мы внятно тогда увидели на экране появление тени и отлетание тени, а мрак пропел голосом умова, мы присутствуем при вращении земли вокруг оси. А как он готовил нас к событию обнародования трех принципов Ньютона и, подготовив, вывесил гигантский плакат с оршинными буквами «Принципы» или «Законы движения». Войдя, мы ахнули, а он, подхвативший наш ах с великолепной простотою, но образно вскрыл нам Ньютонову мысль. Он вводил в суть вопроса как жрец, сперва протомив подготовку, взвивал занавес, и мы видели не историю становления вопроса, а некую драму-мистерию. Так, пленив нас вопросом, он углублялся уже в детализацию и раскрытие чисто математических формул. Я потому останавливаясь на умове как лекторе, что, пожалуй, из всех профессоров он был самый блестящий по умению сочетать популярность с научной глубиною, введение из детализации редкая способность. И через двадцать лет вспоминая его, я отразил Николая Алексеевича в стихах. И было много-много дум и метафизики и шумов и строгой физикой мой ум переполнял профессор Умов. Над мглой космической он пел, развив лосы и выгнув вию, что парадоксами Макс свел уничтожает антропию, что взрывы полной игры таят тамсоновские вихри, и что огромные миры в атомных силах не утихли. Статьи Умова, касающиеся вопросов общей физики, не уступают классическим, цитируемым речам мировых ученых Томпсона, Лоджа, Панкаре. Умов в лучшем смысле был не только философ, но и бард физики. Он заставил и приучил меня на всю жизнь с глубоким трепетом прислушиваться к развитию физической мысли. Еще недавно, в 27-м году, возвратясь к некоторым проблемам атомной механики, читая Йоффе, Френкеля, Михельсона, Я благодарил Умова за ту подготовку, которую он нам некогда дал. Прошло 27 лет, но, едва коснувшись физики и совсем других горизонтов, я нашел в себе все то, что им было выгравировано в моем мозгу. Он дал возможность почувствовать самый ритм кривой истории физики. Умов был новатором. В его голове бродили научные идеи огромной важности. Он первый сформулировал идею о движении энергии, которая укоренилась в науке, утвердясь в специальных работах. Сперва он вскрывает реальной базис понятия потенциальной энергии, как кинетической же, то есть реальной, но конкретно не вскрытой в данной системе сил. Теоретическая замкнутая система становится фактически не замкнутой, ибо она замкнута в средах еще не ощупанных реальных. Позднее он меняет формулировку своего принципа, формулирует понятие о плотности энергии и так далее. Проводит он свою мысль в ряде конкретных работ, дает ряд дифференциальных сравнений, конкретизирующих его положение, вплоть до теории упругости. Его теорема становится известна за границей. Закон Умова входит в историю физики, в сфере электромагнетизма, его теории подтверждаются позднее английскими физиками к корпорации, которых он принадлежит, как доктор Глазговского университета. Его работа рекомендует вниманию гениальный Томпсон Кельвин. Его раннюю работу о стационарном течении электричества использовал Киркхоф в формах нарушающих добрые нравы науки, то есть почти сплагировал. Убежденный кортезианец, он, однако, менее всего страдал узостями механизма, подобно многим кортезианцам своего времени, соединяя четкость методологической мысли с высокими и глубокими полетами. Умов был вдохновителем и интерпретатором высот научной мысли. Высокий, полный, седой, с огромным челом, с развивающимися цаваофовыми волосами, с прекрасной седой бородой, с мечтательными голубыми глазами, воздетыми горе, сплавно дирижирующей каким-то кием рукой, кием или жезлом, которым он показывал то на доску, то на машины, приводимые в движение тоже в свое время, знаменитым ассистентом Усагиным он пел, бывало, и некое «Да будет свет» слетало с его уст. Лекции Умова по механике напоминали мне космогонию. Ход физической мысли делался воочию зримым, формулы вылеплялись и выгранивались как почти произведения искусств. Кинетическая теория газов была им, так сказать, соткана перед нами из формул, как тонкая шаль, которую он попытался окутать и мир жидких тел, и мир твердых, как ступени осложнения тех же простейших газовых законов. Огромная область физики была выисечена перед нами как художественное произведение, единообразное по стилю. Мы почти видели, как из хаоса молекулярных биений свивалась предметность обставшей видимости. Таков был он на лекциях. Крупная умница, свободная отряда предрассудков, он был смел предельно. Это явствует из того, что мой реферат ему о задачах и методах физики, в котором я позволил себе ряд смелейших допущений, был им отмечен именно из-за смелости. За минимальное отступление от канона в статье моей «Форма искусства» покойный Сергей Трубецкой отказался от председательствования в обществе, где статья должна была быть прочитанной. Наоборот, прочитанная моя статья в академическом семинарии у Умова и беспомощная и дерзкая не испугала Умова. Уже около 1912 года, встретив меня на улице, он меня остановил и, между прочим, напомнил «Опомните вашу статью на моем семинарии? Я ее сохранил». Также он был широк на экзамене и, хотя требователен по отношению к минимуму знаний и им нам выдвигаемому, как обязательному, за незнание типичных формул он ставил двойки безжалостно и никогда не придирался. Еще он требовал ясного понимания метода и очень любил теоретическое расширение вопроса. И, когда я позволил себе начать доставшийся мне у него на экзамене билет «Механическая теория тепла» с методологического расширения и начал говорить о механическом мировоззрении вообще, да еще увлекся, он, провоцировав к философии, оборвал меня, едва дело дошло до оптов Джоуля, поставил пять, другой на его месте оборвал бы не на Джоуэля, а гораздо раньше, словами ближе к делу, а он влек меня прочь от дела, билета, к сути, к основам теории тепла. Мы и встретились прекрасно и расстались прекрасно. Да, а в быту он был необыкновенно скушен, производя впечатление запутавшегося от испуга ли, от снисхождения или к мещанству, от доброты ли. Он силился облечься в быт, как в новые брюки, боясь посадить пылинку невнимательности на то, к чему он и не мог быть внимательным. Он расхаживал среди бытовых фигур, как слон среди жучков, боя ступить. Слон был очень добрый, поэтому он и ступал особенно и примолкал особенно, склоняя на бок большую прекрасную голову и вдруг возглашал «Какая прекрасная погода!» А в тоне можно было прочесть «Бьют часы вселенной первым часом!» И все ощущали гиератику интонации и невольно молчали, и он молчал явно сконфуженный. С той же торжественностью он выступал на прогулках с палкой и шапкой в руке, производя не смешное, а странное впечатление. Так выступали герольды, возвещавшие коронацию Николая Второго, с перьями на шляпах, с жезлами в руках, и надо было его облечь в костюм средневекового доктора. Таким он являлся к нам в дни именин отца шестого декабря. И своему появлению предписывал огромный кремовый торт, этот торт появлялся ежегодно. Умов появился в Москве уже на моей памяти, из Одессы, и называл себя учеником отца, отец был еще молодым магистрантом, когда Умов четверокурсник учился у него. Торжественным Герольдом явился мне в детстве Умов, что возглашал он, понятия не мог, но и профессоршем не были ясны жесты Умова. Ведь могло казаться, он возглашает святость и незыблемость общих мест быта, незыблемость разговора о прекрасной погоде и незыблемость торта им посылаемого. Являлся он к нам, как будто произошло величайшее космическое событие, садился и умолкал и после провозглашал «Погода прекрасна!» В день именин отца он казался церемонимейстером поздравлений и также поднес отцу адрес в 1902 году. У него была милая некрасивая супруга и еще более милая дочка Оленька. В бытность нашу с матерью в Париже в 1896 году Мы встретили Умова на бульваре Сант-Мишель он так торжественно снял шляпу перед нами что мне и матери показалось отныне кончились невзгоды нашего заграничного путешествия нам не везло и когда Умов тоном будто провозглашающим по-дьяконски Господу помолимся сказал не поехать ли нам в Швейцарию мы накануне решили ехать в Нормандию то наша участь решилась и мы с семейством Умовых проследовали в Берн а оттуда в неинтересный Тун показавшийся мне интересным после того как Умов указывая на самое обыкновенное дерево провозгласил какое прекрасное дерево у нас нет ничего подобного я был сражен Умов склонил склонил седины почтительно передо мною и тоном огромного уважения ко мне произнес не хотите ли стакан вина вина не давали мне и я отказался но пережил я нечто праздничное лед молчания был сломан и он повел меня гулять указывая на невиданные деревья и на несуществующие красоты Туна посмотрите какая красота когда вернулась мать мне было жалко расставаться с Сумовым и входить в комнаты из необъятного космоса не знавшие же источника торжественности Умова перманентное созерцание парадоксов Максвелла относили ее к увенчанию лаврами пустого и общего места и он ходил среди нас в укрепителях пустого устоя он революционер мысли но не мой в быту он освещал тысячную аудиторию а его заставляли освещать пыльное трехногое кресло и вместо того чтобы в кресло это вынести он восклицал кресло прекрасно нигде я не видел такого вот еще математик профессор Леонид Кузьмич Лахтин скромный тихий застенчивый точно извечно напуганный точно извечно оскопленный с маленькую головку на высоком туловище с редкой растительностью он и в молодости имел вид скопца и уж конечно видом своим не хватал звезд но отец отзывался о нем талантливый математик и Леонид Кузьмич любил нежно его после смерти повесил его портрет в увеличенном виде у себя в кабинете указывая на него матери и говорил ей нет дня чтобы я мысленно не обращался к моему учителю и вдохновителю отец любил Лахтина не только за тихую скромность но и за ум и кажется ему помог в первых научных его шагах появился он у нас растерянным молодым человеком садился в стул ронял нос в стакан чая перетирал влажными руками и невероятно косил выпученными глазами позднее он был и реальным помощником отца как секретарь факультета при Дикане и часто являлся с портфелем под предлогом дел посидеть за чаем от восьми до девяти с половиной часов когда отец входил в клуб отец распространялся при нем на самые разнообразные темы от темы в культецкой до комментария к Евангелию Лахтин не распространялся а слушал роняя нос в стакан перетирал влажными руками и пучил глазки этот небойкий светлый блондин с худым лицом и малой растительностью вспыхивающий от стыда и перепуга и тогда становящийся пунцовым одно время почему-то вызывал в матери болевший чувствительным нервом иррациональные взрывы негодования и отцу указывалось тихонь этот ваш Леонид Кузьмич сидит молчит косит высматривает а мне выдвигалось вырастешь вот этим вот вторым математиком смотри тогда у меня и я трепетал и начинал со страхом поглядывать на перепуганного Лахтина и подозревать его появление у нас в доме бедный Леонид Кузьмич Впоследствии мать устыдила своей истерики после смерти отца бывало у Лахтиных возвращалась от них взбодренной и постоянно ставила в пример Лахтина прекрасный человек а как любит Николай Васильевич а было дело однажды явился Лахтин мать особенно нервничавшая перед носом его и отца захлопнула дверь в гостиную отец растерялся и усадив растерянного Лахтина клюющего носом в клеенку стола стал его разгуливать но из-за замкнутой двери раздалось отчеркивать опять сидит тут этот косой заяц Лахтин стал малиновый и через две минуты исчез не было три месяца и опять появился для отца ради любви к нему в этом сказалось его достоинство его моральные силы Умов разумник Владеевский умник Леонид Кузьмич казался мне серым убогим неинтересным казался педантом а он был гораздо талантливее Младеевского в математических выявлениях по уверению отца и позднее я видел в нем некую силу прямоты и чистоты блаженной чистой сердцем пусть она проявлялась в узкой прямолинейности у него было нежное тихое сердце и он многое возлюбил и многое утаил под своей впалой грудью вместе сердце которое спрятано под сюртуком всегда наглухо застегнутым а когда я потом его видывал профессором в форменном сюртуке бредущим по университетскому коридору со странно загнутыми кистями рук точно он терял манжеты с клюющим грудь носом он казался человеком в футляре вернее пигрицей в футляре а может быть и законсервированным пеликаном клюющим собственное сердце во всяком случае он был герметически закуплен в ясную металлическую жесть жестокую жесть университетского быта и не противился неся на себе в годах эту жесть и никто не мог бы сказать что под эту жестью пылало сердце и прядали математические таланты а как трогательно он волновался во время болезни жены своей когда он был молод а как нежно любил он отца там где Младиевский блистал красноречием и очками Лохтин начинал паникать моргать косить краснеть и мять руки точно мучая своей бесталанностью он-то и был талантлив чистой науки а где действовало сердце там он выказывал свой высокий хотя и уплющенный однолинейный рост мать моя некогда заподозрившая его кротость и не видевшая его научных талантов предпочитала Юрк Младиевского и блеск его холодных очков блеск стекла но Юрк Младиевского в культурных гостинах был лишь беспомощным метанием летучей мыши попавшей из мрака в свет Лохтин же откровенно садился в уголочек и в высшую культуру не вмешивался под сюртуком этого формалиста сердце било степло и не укалывались о него как укалывались о холодные осколки очковых стекол Младиевского Бобынин Младиевский Умов Лохтин а не показываю ли я читателю коллекции ярких редких уродств махровых уродств Нет я показываю крупные редкие талантливые экземпляры вида Homo sapiens но но у одних менее обезображены ноги обую а у других боли те кто носит жесткие башмаки и много ходит у того больше мозоли кто сидит пентюхом мозоли не имеет но мозоли не предмет эстетического разглядения покажи кто свои мозоли ему скажут о закрой свои бледные ноги а в бобыниных в лохтяных мозоли большой работы вылезли на лицо и рассеялись на нем бородавками кричать издали и люди указывали какой урод урод потому что много вертел головой в ужасных тисках быта в результате чего мозоли вылезли и кричат с лица и никому не вдомек что это вопрос обуви что надо что-то изменить в производстве обуви и не подковывать так ужасно ноги профессора тут ведь профессорша могла бы кое-что сделать но мой разгляд этого быта мне показал профессорша не только не боролась против изготовления железных башмаков и жестяных сюртуков но находилось что так надо ибо так у всех начиналось ужасно и как у всех профессора затягивали в панцирь и скоро знаки ужасной деформации мозольные пятна выступая на личности появлялись на лице математики виделись мне особенно деформированными точно они поставили девиз никаких поблажек мой отец только приват доцент попал в театр может быть леонид кузьмич лахтин тоже математики по моему наблюдению меньше имели авантюр на стране под авантюрой разумею я выход в иной быт имея они больше этих выходов куда угодно в какой ни на есть иной быт они бы не пришли к этому харакири производимому над самими собою как людьми они нефти мяшивали бы себе в голову кала общейших правил нашего и только нашего быта староженка тот общался и с коней и с толстым и с газетчиком и с артисткой и с просто читающей публикою зоолог усов изучал костяки но и наблюдал живые замашки зверей биология как-никак наука проявления жизни и усов любил жизнь во всех ее проявлениях а чистый математик читал вычислял ходил в гости к такому же вычисляющему математику и когда наступал момент оперения и вылета в жизнь то это как-то совпадало с обзаведением мебелью для собственного кабинета вопрос застегал врасплох о мебели то он и не успел подумать выступала проблема жизни и интерес впервые как что у кого ванны и ванны подают бутерброды с сыром по средам у Ивана Ивановича по четвергам подают с ветчиной их ага вопрос решен по пятницам у Матвея и Ионыча будут подавать одну вторую бутербродов с сыром а одну вторую с ветчиной в конце концов Математик производил обобщение сыр ветчина побочные признаки общие всех бутербродов кусочек хлеба и последняя ветчинка жизни исчезала со стола и Математик умопостигаемо себя посадивши на черствый хлеб так привыкал к этой черствости что даже потом черство требовал чтобы и другие черствели над черствым хлебом и как у нас начинало действовать ранние годы детства были мне полем наблюдения энного рода молодых людей оставленных при университете они появлялись у отца и мы с матерью удивлялись откуда такие к нам ходят угрюмо являлись усаживались впирялись в отца не смели иметь своего слова на нас нуль внимания точно человек сидит не за чайным столом в квартире вместе живыми людьми а внутри скобок алгебраического уравнения вынести бы его за скобку чтобы он хоть младенца разглядел пялищего на него глаза с неподдельным ужасом потому что все другие для этого младенца живые люди и мама и тетя и кухарка Дарья и Николай Ильич Стороженко а это что и начинало казаться что не головка вытарчивала из воротника а загнутый завиток интеграла пришел тощий интеграл и сел за стол и вероятно думает что я Боренька ползающий перед ним иксик так с ужасом воспринимал я второго математика второй математик техническое выражение у нас в доме и принадлежало оно матери первый математик папа и это не математик математик он где-то там в ужасном месте у нас в квартире он Николай Васильевич и папа а второй математик это же математик во первых во вторых в третьих и в последних только математик и я переживал ужас и мать раздувала его и все мозоли бедного деформированного нашим бытом незаурядного человека кричали ужасно на меня с деформированного лица воспринимаемые не как знаки болезни а как знаки почти преступности второй математик стал мне уж чисто мистическим ужасом вообразишь мое состояние сознания когда мать заливаясь слезами с укором бросала мне и ты станешь им чудак и в отце выступали черты математика но страшными они и казались мне общественное мнение нашей квартиры производило быструю дезинфекцию под действием которой все истинно математическое выступало в аспекте чудачества было раз навсегда установлено Николай Василь чудак легенда об отце его рассеянности смех возбуждаемый им вот что подано было проблемой мне как совместить смех с уважением пожимание плечами с оценкой деятельности бунт против быта под формою шутки так бы я характеризовал смутные действия отца на меня но странные поступки ему разрешались и Марии Ивановны а мне нет и когда я пародирую стиль отца четырехлетним встал на лавочку причистинского бульвара и провозгласил прохожим а не хотите ли стать митрополитами то был убран славочки и наказан а отец не наказывался когда говорил чушь почему и голова моя заработала я решил вопрос этот так можно посмеиваться подмечать все смешное но про себя чтобы отец мать гувернантка не замечали и увидевши у Лисковской своего крестного отца Усова я наблюдал его бородавки и с нарочитую невинностью спросил мать почему это у крестного папы на лице растет земляничка я знал что делал все сконфузились а мне ничего маленькие так же потом бабарыкину вынес будильник я с карикатурой на него на этот раз разоблачили меня а я стал носом в угол я уже чудил следуя по стопам отца у него я учился юмору и будущим своим декадентским гротеском самые странности отца воспринимались по прямому проводу чудит то есть поступает не как все так и надо поступать но отца каламбуры и странности были искусством для искусства у меня не стали тенденции нарушать бытовой канон он говорил не любо не слушай а врать не мешай а я видоизменял сентенцию привезку к каламбуру доказывай что бессмыслен наша жизнь уже гимназистом знал Боренька что доброта чудачество отца выражение безволия ибо даже он такой большой в плену убытом не останавливаясь на наружности отца я ее описал в крещеном китайце коробкин не отец в нем иные лишь черты взяты в остранении жуткого шаржа и ничего общего в квартире в семье с нашей квартиры и с нашей семьей невысокого роста сутулы плотные коренасты зацепляющиеся карманом за кресло с необыкновенно быстрыми движениями несоответствовавшими почтенному виду в очках с густой жесткой каштановой бородой он производил впечатление воплощенного неравновесия точно в музее культур перепутали номера в результате чего ассирийская статуя попавшая к фарфоровым куколкам пастухам и пастушкам должна была вместе с ними производить минуэтные па и сидеть на козеточках и козетки ломались а куколки разбивались но носорог в гостиной монументально выглядел в чертогах ассаргадона и отец становился изящным легким грациозным едва усаживался за зеленый стол заседать из комнат же нашей квартиры он выгонялся в университет или в клуб играть в шахматы с Щегориным Соловцовым и Фальком однажды он выиграл и у Штейница в квартире у нас он казался трехмерной фигурой на плоскости то есть его и не было а были проекции фигуры на плоскости одна потом другая квадрат трехугольник квадрат мы и не подозревали что с нами живет четырехгранная пирамида а квадраты и трехугольники не отец а странности отца вызывающие смех недоумение порой не к даванию не Аполлон Аполлонович дошел до мысли обозначить полочки и ящики комодов направлениями земного шара север юг восток запад а отец уезжающий в Одессу Казань Киев председательствовать устанавливая градацию сундук А сундук Б сундук Ц отделение первое второе третье четвертое каждый имел направление и укладывая очки он записывал у себя в реестрике сундук А 3 СВ СВ Север-Восток как он приставал ко мне чтобы я последовал его примеру преудобно Боренька приставала к матери ты бы Шурик на все он имел свой метод метод насыпания сахара метод наливания чаю метод держания крокетного молотка очинки карандаша заваривания борной кислоты запоминания стирания пыли и так далее с невероятной трудностью методами побеждал он мышью суетню жизни таская за собой музей методов но за эти методы ему влетало у нас методы отправлялись в помойную яму и он уже тихонько из-под тишка схватывал меня пятилетнего в темном коридорике и испугно озера и снятли мамы тети прислуги вшоптывал какой-либо из им изобретенных методов ты бы боренька знаешь ли не капризничал а прочитывал до трех раз отче наш урегулирует это психику только на робкого человека не искушенного ни методом ни практическим знанием что эти методы в загоне у нас он очень робкий дома храбро нападал с методом и иные с уважением его слушали как метод урегулирует хаос возможностей стоило робкому человеку послушаться как наступало учение вот так эдак а не так как же вы это не такс уже свирепо кричал он кто его ближе знал тот знал не страшен метод резкие жесты отстранения и метод летел к черту и отец кротко отходил и грустно поохивал деля со мной горем не хватает у них боренька рациональной ясности но у пятилетнего бореньки не хватало той же ясности не забуду обучение отцом к ракетной игре старенького робеющего учителя математики дроздова имевшего несчастье стать его партнером и исполненного уважения к профессору переживавшему свирепый азарт разбойника и угонявшему шары к черту на кулички совсем отила в таком азарте он и напал на дрожащего от страха старичка не такс опять не попали в шар эх ма с презрительным отчаянием он замахивался на дроздова как вы держите молоток кто так держит молоток вот так держит молоток и он же выламывал руки и ноги дроздова и угрожал поднятым молотком прицеливайтесь топырте ноги не так топырте же я вам говорю и тут он был пойман с поличным проходящей матерью дроздов вылетел как дрозд из рук Атилы Атилы надвинув на лоб котелок покорно вернулся к своему шару и уже дроздову не угрожал ничем вообще он никому ничем не угрожал гром тарарах а губительная молния не падала но лицо освещало с улыбкой как полярная ночь сияни все же методы распаляли страсти отца и согласись до конца дроздов на метод держания молотка он был бы обременен вторым третьим четвертым методом читались бы лекции и метод стирания пыли из башмаков излагался бы в пунктах и подпунктах а б в г да и так далее и каждый подпункт был бы сформулирован ясно кратко точно он требовал формулировки он все формулировал бывало в споре а что есть сознание а вы сами скажите-ка сознание и улыбка торжества едко пронзала спрашивающего есть знание чего-либо в связи с чем-либо иные из формул его были оригинальны изящны спор его с противником сводился к требованию формулировать и он сократическим способом доводил до сознания что спорщик употребляет слова которых он сам сформулировать не умеет как был свиреп отец в требовании формулы вот боренька даю тебе пять минут для доказательства что твой гамсун художник и часы вынимались и пять минут он молчал но если я не успевал к концу шестидесятой секунды пятой минуты закончить защиту гамсуна проведенную в формулах ясного мышления то уж никакие доводы не помогали и дело ясное от гамсуна оставались лишь рожки да ножки и как он кричал можно было думать не гамсун громиться а изрекаются страшные проклятия отцом над сыном покойный Танеев наш критик быто кричал на гамбарова махал ножом и лезвием его рубил скатерть а скатерть не наша взяли у знакомых ну думаю погибла в споре отец схватывал любой предмет и махал в воздухе иногда и подкидывал в воздухе предмет не сомневаюсь что в данном споре профессор гамбаров не сумел сформулировать ужасны были схватки его с Баварыкиным они кидались друг на друга как быки первое знакомство матери с Баварыкиным где-то на обеде к уху ее склоняется лысая багровая голова в очках и яростно шепчет когда ваш муж будет меня ругать не верьте ему оказывается незадолго до этого они кричали друг на друга за такие слова надо вам оборвать уши а вас над вот этим графином и был схвачен уже графин их растащили но скоро они помирились и всегда отзывались друг о друге с нежностью сентиментальностью даже они вспоминали минувшие дни и битвы где вместе рубились они между прочим они вместе с Ковалевским организовали какой-то журнал к которому было привлекли Тургенева но впрочем журнал этот не состоялся спора отца борьба за метод формулировки брошюра основы эволюционной методологии инвентарь формулок страсть к спору от того что терпя всюду неудачу при внедрении своих методов отец переносил жажду проведению метода в чисто теоретическую сферу когда он вступал в спор он знал что на людях его не станут одергивать когда я родился отец обложился пятью огромными сочинениями трактующими воспитание он появлялся в детской с книгой в руке читал няне метод подвязывания салфеточки но был изгнан неизжитость потребности с методом внедриться в жизнь сказывалась при споре как свирепость спорщик бугаев московский миф восьмидесятых годов как говорун юрьев добряк ковалевский весельчак иванюков красавец муромцев умница усов о спорах отца ходили легенды я их не привожу не будучи уверен в их истинности но вот что мне рассказывали об отце вычитывший этот эпизод с ним он где-то записан председательство на заседании где читался доклад об интеллекте животных отец председатель прервал референта вопросом знает ли он что такое есть интеллект обнаружилось референт не знает тогда отец начал спрашивать сидящих в первом ряду вы вы никто не знал отец объявил ввиду того что никто не знает что есть интеллект не может быть и речи об интеллекте животных объявляю заседание закрытым так и вижу его в этом жесть методы ясные формулы это способ борьбы его с темнотой быта и с парок бабьими лепетаниями он изживался в каламбурах спорах входя в быт проверался на каждом шагу но вменил в правило быть как все поступать как все не любил он священников попы предмет иронии нападок гнева но перед священником с крестом приходящим справлять молебен он усиливался не ударить лицом грязь дядя георгий васильевич выходил из комнаты его же братец николай васильевич вступал в комнату однажды когда священник уже ушел отец впервые заметивший в зале висевший образок бросился на стул сорвал его к нашему великому изумлению и потрясая им в воздухе бросился к выходной двери не успели мы прийти в себя как он уже несся вдогонку за священником по входной лестнице с третьего этажа крича батюшка вы забыли свой образок а тенденция к точному уяснению всех обстоятельств и борьба с темнотой привела вот к чему ночью на входной лестнице потухала лампа однажды родители возвращались откуда-то в три часа ночи во мраке мать чиркнув спичкой увидела спускающегося оборванца притаившегося под одной из выходных дверей со страхом пройдя мимо него она следила со страхом же за отцом он чиркнул спичкой и осветив оборванца прыжком к нему вы кто-с и взял его за одежду я я что вы тут делаете-с я а вы жулик скажите пожалуйста жулик это ужасно вы молодой человек а чем занимаетесь а жулик совершенно опешен и моргал глазами мать ужасалась сию минуту он чем-нибудь хватит отца отец сформулировав жизненное поприще жулика спокойно запахнулся в медвежью шубу и стал подниматься наверх жулик вероятно потрясенный бежал вниз в быту он был средь детей ничтожных мира всех беспомощных в исключительных случаях перед ним пасовали жулики где другие растеревались там он проявлял находчивость как при тушении пожара трижды у нас загоралась квартира и трижды отец с молниеносной быстротой бросался на пламень и пожар ликвидировался но обыдена его жизнь трагический срыв веки семь начиная со срыва отношений с Боренькой отношения эти были ликвидированы об этом ниже учася на нем я преждевременно увидал чудовищную неувязку между целеустремлением и данностью в углублении неувязки вызрел во мне рубеж ощущалось серьезное чреватое неудобство жить так как жил отец о пропорции и уважении но ощущалось другое серьезное неудобство жить так как мать отец влиял на жизнь мысли во мне мать на волю оказывая давление а чувствами я разрывался меж нижними трудно найти двух людей столь противоположных как родители физически крепкий головой ясный отец и мать страдающей истерией и болезни чувствительных нервов периодами вполне больная доверчивый как младенец почтенный муж и преисполненная мнительности почти еще девочка рационалист и нечто вовсе иррациональное силы мысли и ураганы противоречивых чувств поданных страннейшими выявлениями безвольные в быте муж науки бегущие из дома в университет в клуб и переполняющие весь дом собою смехом плачем музыкой шалостями капризами мать весьма спорах спорах не способны обидеть и мухи не стесняющие ничьей свободы в действительности и существо непроизвольно без вины даже заставляющие всех в доме ходить на цыпочках ангелы подобные и молчаливые там где собираются парки профессорши и где отец свирепо стучит лезвием ножа в скатерть нет я вам докажу слышащий вместо шума на шум и насквозь музыкальное существо полоненный бытом университета хотя давно этот быт переросший и во многом еще не вросшая в него никак не умеющая врасти во многом не принятое в него поэтому хотя и непокорные но боящиеся что скажет Мария Ивановна что могло выйти из жизни этих существ взаимно приковавших себя друг другу и вынужденных друг друга перемогать в небольшой квартирочке на протяжении двадцати трех лет и что могло стать из их ребенка вынужденного уже с четырех лет видеть происходившую драму изо дня в день из часа в час двадцать сознательных лет жизни я нес наимучительный крест ужаса этих жизней потому что ощущал я ужас этих жизней кабу не я они конечно разъехались бы они признавали друг друга отец берег мать как сиделка при больной мать ценила нравственную красоту отца но и только для истеричек такое ценение предлог для мучения не более я был цепями сковавшими их я это знал всем существом с четырех лет и нес вину в которой был не повинен они оба нежно любили меня отец стоя экспрессию нежности вцелился в меня ясностью формулы мать затерзывала меня именно противоречивой экспрессии ласки преследований сменяющих друг друга безо всякого мотива я дрожал и от ласки зная ее эфемерность и терпел гонения зная что они напраслина но должно сказать не полезно четырехлетнему и переживать всю горечь напраслины и быть объектом внедрения методов менее всего переживать их сцены из-за меня дрожа что они разъедутся что этот разъезд возможен каждую минуту возможен и тогда когда небо квартиры безоблачно я привык к тому чтобы безоблачность в полторы минуты превращалась в свирепые ураганы каждый миг в моей психологии мог сместить все не оставить камня на камне а наша квартира переживала с мною миром и я жил в ожидании конца мира с первых сознательных лет и это ожидание угомонилось лишь после десятилетия первое впечатление бытия рубеж меж отцом и матерью рубеж между мной и ими и кризис квартиры вне которой мне в мире не было еще мира так апокалиптической мистикой конца я был переполнен до всякого апокалипсиса она эмпирика поданной мне жизни впоследствии уже семилетним наслушавшись рассказов горничной о свето-представлении я всею душой откликнулся на судную трубу я только и ждал вострубит отец спором воскликнет мать нервами и конец конец всему критику рассуждающему об эсхатологических моментах в моем творчестве я подаю простую наи объяснимейшую тему как ему невдомек что тема конца имманентна моему развитию она навеяна темой другого конца конца одной из профессорских квартирок типичной все же ибо в ней конец быта конец века мы наш апокалипсис пережили на рубеже двух столетий в любви ко мне прогнанного от меня отца была горечь был вечный страх я нес эту горечь я все-таки издали тянулся к отцу в годах стабилизировались под контролем ревнивого к матери прилично официальное отношение но говорить мы разучились надолго заговорили друг с другом впервые лишь когда я стал сам себя сформировавшим взрослым любовь матери была сильна ревнива жестока она владела мной своим котенком своим зверенышем мой кот так называла она меня и что захочу то с ним и сделаю не хочу чтобы вырос вторым математиком он а уж растет лоб лобан вот первое что узнал о себе уже лобан я переживал свой лоб как чудовищное преступление чтобы скрыть его отрастили мне кудри и шапкой волос я ходил гимназистом уже для этого шнарядили в атласное платьице оуу девчонка дразнили мальчишки и новые горе отвергнут детьми кто станет с девчонкой играть любовь родителей рано разрезала на две части что есть боленька нумерация спрашивал отец когда мне было пять лет как же голубчик мой опять не знаешь ужасно а как знать не смею знать если выучишь помни не сын мне так угрожала мать и эти угрозы реализовывались тотчас же сценой с отцом если он был тут и гонениями ужасающей силы на меня с момента выхода отца а он всегда уходил и дом был гостем все прочее время заседал вне дома или вычислял в кабинете и я не знал нумерации формула которая читалась над моим носом из учебника арифметики Бугаева был такой и там что-то говорилось о финикии пусть лучше не знать нумерации чем подвергаться ряду гонений сперва Неронову потом Диоклетианову и так далее впервые эпизоды истории христианства выдержанные зубка тотчас разыгрались во мне как события арбатской квартиры мама на меня мученика выпускаемый лев а отец гладиатор с ним борющийся но участь его быть растерзанным или быть обращенным в бегство в университет в клуб что он тебе рассказывал превращение гусеницы в бабочку ну бабочка это еще ничего бабочка как и цветок не вредит ребенку а нумерация приближая второго математика запретная вещь а то что факт естественного рождения твердо усвоен ознакомление младенца с историей развития и фактами трансформизма что аист отстранен это не вдомек матери и слава богу а то и за бабочку мне влетело бы должен заметить я не помню эпохи когда бы я не знал что человек произошел от обезьяны ибо все то было по-своему впитано мною из шуток отца и разговоров его с друзьями как то заолгом усовым моим пресным отцом яром дарвинистом у ног которого копошился в гостиной я жадно внимая слушать разговоры взрослых не возбранялось вообще основа позитивизма и механического мировоззрения полупонятные разумеется и разыгрывающиеся в сознании или первой мифологии моей до религиозной мифологемы так почему-то не гиббон а цепкохвостый обезьяна казалось мне проматерью человека и Самуил Соломон Шайкевич адвокат у нас бывавший за эту приверженность к цепкохвостый обезьяне меня подразнил а ты цепкохвостый обезьяна и насколько помню себя помню зоологию поля Бера и прекрасный зоологический атлас для детей который я рассматривал каждый день до семилетнего возраста показывает зверей тоже не возбранялась возбранялась нумерация и одного довольно возбранялась и грамота не смей учиться читать и я складывавший из квадратиков слова папа и мама вдруг их лишенный пяти лет забыл буквы которые знал четырех лет семи лет я с трудом одолел грамоту с пяти до семи строжайший карантин не смей читать мне гувернантки читали о зверях рыбах и я безошибочно показывал в атласе муфлон ленивец каменный баран ядом естествознания я был охвачен до поступления на естественный факультет первое увлечение переживалось четырех пятилей второе одиннадцать и двенадцатилетним все грезы сводились к одному когда ж я буду натуралистом но пятилетний интересовался главным образом млекопитающими двенадцатилетний специализировался на птицах с чинения Каигородова было изучено на зубок описывая страдания наносимые мне матерью я был бы безжалостным сыном если бы не оговорил болезнь чувствительных нервов приросла к ней как шкура Несса к умирающему Гераклу она испытывала невероятные страдания ее жестокость корчи мук в минуту когда с нее снималась эта к ней прирастающая шкура она менялась в корне она была прекрасным чистым честным благородным человеком потом видел я ее в процессе медленного выздоровления и в освобождении из-под игорь несчастного недуга и я с восхищением и с любовью на нее смотрел она была в описываемый период вполне беспомощна беспомощность и болезнь и условия воспитания дед дед по матери дмитрий егорч егоров переменил фамилию егоров от егорович когда узнал что его усыновивший отец он был незаконно рожденный отец со стороны он был богатый аристократ дед разорвал все с отцом и сам стал себя воспитывать имея художественные наклонности он кончил театральное училище одно время он пел в хоре большого театра но скоро уступаясь совету хорошо знакомого купца стал помогать ему в его деле бросил театр занялся коммерцией позднее имел и свое дело меха у него был достаток был он человек очень чистый и строгий но замкнутый его друг доктор иноземцев другой хорошо знакомый человек доктор белголовый вот с ними он и затворялся у себя бабушка была ниже его и по уровню развития и по интересам ее девической фамилии журавлева где-то через прабабушку она была в родстве с ремезовыми с лямиными и с другими купеческими фамилиями с ремезовым с писателем я нахожусь в каком-то преодоленнейшем свойстве через прабабушку мать помнит хорошо свою прабабушку мою прапрабабушку она ходила в мехах и в кокошнике умерла же ста четырех лет няня матери двенадцатилетней девочкой пережила двенадцатый год я ее помню хорошо она являлась к нам из богадельни и мне вырезала ворон в доме у дедушки почему-то часто бывал молодой студент Федор Никифорович плевака с плевака были знакомы родители но традиции знакомства шли через мать любопытно в доме дедушки по матери постоянно бывали какие-то паттеры оказывается эти паттеры отдаленные родственники моей бабушки по отцу кровной москвички один из паттеров чудак мистик седовородый старик изредка являлся у нас в доме позднее уже по смерти отца он был потрясен моей статьей в новом пути и расписывался во всяком понимании меня тогда почти никем не понятого дедушка Егоров имел уязвимую пяту боготворил свою звездочку так звал мою мать и разрешал ей все что ей не взбредет в голову так стала пятилетняя звездочка тираном в доме дедушки боялся весь дом а дедушка боялся звездочки так произошло что звездочка будучи в четвертом классе гимназии объявила что из гимназии она выходит дедушка не перечил и началась эпоха домашних учительниц которые разумеется звездочку ничему не научили кроме музыки которую она любила наоборот она их учила одна из воспитательниц стала позднее другом матери она бывала у нас Софья Георгиевна Надеждина дочь Егора Ивановича Герцена жившего слепцом на Сивцевом вражке впавшего в нищету которому помогали старики Танеевы Сивцева вражка и приходила Софья Георгиевна к нам оставаясь верной насиженному месту по Сивцеву вражку гуляли здесь же жил Григорий Аветвич Джаншиев о котором ниже Дедушка умер сорока пяти сорока шести лет бабушка в год лишилась всего отдав деньги в руки какому-то негодяю наступила ужасная нищета и одновременно заболевание матери полюбившей одного из абрикосовых сыновей фабриканта которому родители запретили жениться на матери как нищий абрикосов и хорошие знакомые дедушки мать ряд лет любила его у нее было множество женихов среди которых были и богачи но она всем отказывала к негодованию бабушки и терпела нищету с отцом познакомилась она на предводительском балу странно отец в молодости томя с тем или иным математическим открытием испытывал настоящие муки творчества и чтобы рассеяться и угомонить мысль начинал бывать всюду и на балах отец был поклонником женской красоты но чтил в красоте какие-то геометрические законы когда ему указывали на хорошенькую он подбегал к ней тыкался носом в нее подперев руками очки и измерял соотношение лба носа рта на фигуру на жест не обращал он никакого внимания лишь на геометрию линии лица мать по настоянию ее кузена лямина была почти насильно свезена на бал и произвела сильнейшие впечатления открылась новая московская красавица рой юношей офицеров старцев потянулся к ручке новоявленной знаменитости сам генерал губернатор князь долгорукий попросил разрешения представиться отец увидав мать увидел искомую формулу соотношения пропорций лба носа рта и тоже представился из этого представления возникло знакомство отец попав в дом матери ахнул увидев ужасный развал нищету и даже опасности грозящей московской красавице он стал другом дома опекуном спасителем сторожем и влюбленным три раза делал он предложение и получал отказ но я другому отдана и буду век ему верна наконец мать согласилась отец женился на пропорциях лба носа рта по-видимому было нечто в пропорциях потому что их отметила Константин Маковский знакомый отца изредка заезжавший к нам в бытность в Москве он сам признавался что взял голову юной матери образцом картины своей невесты на свадебной импири лицо матери служило ему моделью для невесты а лицо сестры жены карцелитковой потом салтановой служила моделью для ривни и вице стреляющей глазами в невесту литкова Но ни уважаемых пропорций, ни пропорционального уважения не сложилось никак. Все было для меня непропорционально, и никаким уважением к быту нашему не пылал я, пропорции давили, а вместо уважения я испытывал страх. Скоро мать обрела себе подругу по балам, куда, естественно, выпрахнула из нашей квартиры. Дом подруги и увозы ею матери на балы, в театры и так далее вызывали изредка кроткие реплики отца. Они, Шурик мой, лоботрясы. Они — бальные танцоры и частью знакомые Гамалей, тоже красавицы, подруги матери. Потом она разошла с мужем, переехала в Петербург, выйдя замуж за оперного певца Чернова, отсюда знакомство матери с Фигнерами. Но лоботрясы, кавалеры матери, потрясали детское воображение. Вдруг появится в нашей квартире лейб-гусар и сразит ментиком, саблей, султаном. Гродненский гусар Сорохтин, брат Гамалей, меня восхищал. Но тут подымался и отец, и гусаров вышучивал. Помнятся еще имена молодых людей, с которыми мать часто встречалась у Гамалеев или чьей из Гамалеев. Графы Илонские, князь Трубецкой, предводитель дворянства, Пахвисневы, Кристи, капитан Бонецкий, братья Хвостовы, в их числе будущие недоброй памяти черносотенец. — Котик, по представлению матери, должен был стать, как эти очаровательные молодые люди, а в нем уже наметился второй математик и поднималась буря. — Уеду и увезу кота! — восклицала мать. — Никогда-с! — восклицал отец. — И бой гладиатора с львицей опять и опять разгорался, а я опять и опять ждал света представления. — Но что мне делать? Интересно с отцом углублять мысли о цепкохвостой обезьяне. Нельзя. Интересно мечтать о гусаре-сорохтине, каков султан, какова шапка. Опять нельзя. Между гусаром и цепкохвостой обезьяной в виде бореньки до цента рвалась моя жизнь. В центре разрыва образовалась Торичелева пустота, черное ничто, но этим центром было я, ребенка, и я падала в обморок. Начинались кошмары. Я кричал по ночам. Был призван доктор. Он заявил. — Не читайте ему сказок, у него слишком пылкая фантазия. Фантазия была пылкая, но фантазия над фактами действительности, а не над сказками. Сказки, наоборот, тамперировали, смягчали уродства несоответствий. Если бы доктор был проницательнее, он должен был бы сказать — читайте ему сказки, а вось он забудет в них бред этой квартиры. Весь источник кошмаров драма жизни, всякое равновесие надломилось во мне, еще бы ломали и отец, и мать. Главное, я уже инстинктивно видел, а они надломлены сами, не они ломали, а их ломала, среда ломала. Субтитры создавал DimaTorzok